всем привет 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 у нас есть пару минут собраться привет здравствуйте так у нас эфир идет в instagram и в youtube кому где удобней там и смотрит добрый вечер сейчас буквально минутку все увидят что эфир начался и мы и мы начнем привет же она привет привет super добрый знаете пока мы собираемся очень люблю спросить и узнать нашу географию напишите кто откуда вот я из киева кто меня не знает я из киева откуда вы напишите увидели сколько у нас разных городов стран нас всегда очень богатая география здравствуйте привет в ю тубе ссылку найдите просто диетолог лана точно даже как и в instagram точно также в ю тубе можно найти я просто вам ссылку не скину ольга санкт-петербург привет вам большой сергиев посад рига класс одесса ой привет привет вам италия иванова киев киеву привет большой приволжский южная корея вау . у нас богатая география нидерланды самара казахстан рига привет большой риге вот только недавно мужу говорила так хочу в ригу мы были в прошлом году с подушкой ездили в декабре ленинградская область класс класс вообще богатая у нас география всегда хорошо сегодня и не знаю может быть кто-то случайно попал на эфир кто-то возможно специально его ждал вот и поэтому я озвучу тему эфира сразу же вот класс германия минводы привет привет я сразу скажу эфир называется я хочу похудеть и вы сейчас на страничке нутрициолога в том что возможно сейчас просто вы случайно проходили мимо и а по эфир и прежде чем мы начнем я скажу что этот эфир будет интересен тем кто хочет снизить вес кто хочет нормализовать сахар кто хочет нормализовать инсулин мы поговорим про холестерин и если вам эта тема актуальна тогда вам будет этот эффект действительно очень интересен и привет привет и прежде маме посмотреть вот вот значит кидайте ей сразу ссылку на эфир пусть смотрит и прежде чем мы начнем первый вопрос задам кому эта тема интересна вот кто либо сейчас снижает вес либо только планирует это делать поставьте плюс вот если вам эта тема актуальна стать плюс чтобы понимать может быть мы сейчас вообще будем про другое говорить добрый вечер вера привет вам тоже привет большой испании так плюсики пошли в ю тубе прекрасно мне так класс хорошо мне плюсики пошли в инстаграм и youtube отлично значит тема актуальна но я вам скажу что сейчас тема как нельзя актуальна дабы для большинства людей потому что можно назвать после новогоднее время это высокий сезон похудения похудения тоже есть сезонности сейчас для многих как раз это самое время да во первых потому что поднабрали на новый год во вторых потому что скоро весна как бы там ни было скоро весна и надо будет раздеваться поэтому для многих действительно сейчас будет актуально хорошо следующий вопрос насколько вы хотите снизить вес насколько вы хотите снизить килограммы килограмм пишите и второй вопрос сразу же напишите основная причина для чего телефон для чего добрый сейчас будем искать мотивацию так 10 килограмм 10 килограмм 2 килограмма 3 килограмма 12 15 кто больше 15 килограмм 10 сушки все реально вообще 10 килограмм знаете за сколько легко сбросить за три месяца вообще без стресса 10 мария 15 20 чтобы выглядеть лучше так а еще для здоровья хорошо маленькие вещи мотивирует так на 2 килограмма для комфортной жизни что входит в комфортную жизнь им для кого-то комфорт это не знаю теплая вода дома для кого-то комфорт это например туалет в квартире до хани там на огороде в чем будет выражаться ваш ваш комфорт так 10 4 10 чувствую себя некомфортно минус 35 здравствуйте 67 для здоровья для здоровья для здоровья супер мотивация для здоровья очень крутая мотивация для себя нужно ответить что конкретно изменится вашей жизни минус 10 уменьшить нагрузку на суставы прекрасная мотивация для здоровья здоровья класс но я рада я рада что мотивация серьезная значит будем с вами говорить дальше хорошо и так действительно сейчас прошли праздники действительно прошли праздники многие поднабрали да кто-то набрал 23 кто-то набрал 5 и больше вот но хорошая новость том что все это корректируется и самое главное что сделать остановиться остановиться вовремя и действительно как остановиться что делать с чего начать мы сегодня будем об этом говорить сегодня у нас будет такой большой достаточно эфир будем много говорить о физиологии о том как какие процессы протекают во разжигания куда это жир уходит как он убирается мы сегодня об этом поговорим и знаете я еще пока настраиваюсь мы просто настраиваем с вами связь да чтобы было все хорошо видно слышно чтобы все увидели что и ферна текса чтобы не было потом о чем мы сегодня говорим второе еще вопрос задам точнее не второй а третий вопрос это какие сложности на пути снижения веса у вас возникают если у нас фирм называется я хочу похудеть дату мы какие-то должны сегодня вопросы решить вот по-любому вы сталкиваетесь с какими-то сложностями если вы хотите снизить вес на 2 5 6 7 10 35 килограмм нас это родилась идея не сегодня это не вчера не 1 января она родилась раньше однозначно да эти 10 килограмм к за какой-то срок набирались скорее всего вы уже думали об этом но что-то стоит на вашем пути что стоит сегодня будем говорить и разбирать и пытаться упростить этот процесс готовка это моя любимая готовка так ем все время что делать да то есть пищевая зависимость сохраняю эфир обязательно лень сила воли срывы алкоголь компании это социальная зависимость зависимость от социума лень пропадает мотивация люблю покушать это нормально мы все любим покушать не могу отказаться от сладкого сладкая зависимость нет силы воли сегодня поговорим про нее ем мне кажется много сладостей сегодня разберем почему и что с этим делать хочу кушать хочу сладкого кушать хотеть нормально это вот важный сегодня инсайд это будет на эфире что хотеть кушать это хорошо вот не хватает дисциплины нет силы воли ем мучное не уходит вес не хватает выносливости в спорте о класс вот сегодня тоже об этом поговорим особенно про спорт и про то что вес не уходит почему они уходят потому что по-любому есть те кто уже сейчас находится в процессе снижения веса но почему-то не получается да почему-то вес стоит намертво и почему он стоит мы сегодня разберем даже если вы едите два раза в день и казалось бы немного есть причина которая вес сдерживает спасибо большое сашин привет так у меня 30 любовь к сладкому не могу отказаться от сладкого и ой слушайте а сколько на сладкоежек вечные праздники ой история с вечными праздниками она действительно вечная она вечная нет сил даже встать очень хорошая хороший тезис сегодня тоже об этом поговорим не могу не есть на ночь хорошо так смотрите сколько всего сколько этих причин да и да действительно если вот собрать эти все причины воедино можно их как-то поделить на какие-то группы да нет мотивации это суда же кажется нет что кажется что лень кажется что нет силы воли и так далее нет мотивации никто не поддерживает это суда же да никто меня не поддерживает муж меня пытается накормить мама меня пытается накормить на работе все подружку подружки там смеются когда я сажусь на диету либо они вообще не худеют и едят вокруг меня то есть меня никто не поддерживает весь мир против меня как только я сажусь на диету зависимость пищевая от сладкого целёного не будем называть алкоголь зависимостью алкогольной потому что здесь нет таких я уверена да у нас здесь нету зависимых от алкоголя но есть зависимость от социума когда приходит гость по выходным когда куда-то позову да и ну хочешь не хочешь как-то вот хочется выпить а еще хочется выпить когда когда хочется расслабиться после тяжелого рабочего дня после тяжелой рабочей недели после пережитых стрессов тоже хочется расслабиться соответственно расслабился до выпил и сразу же хочется закусить вот поэтому совершенно нормально, когда сразу же наступает срыв, даже если до этого вы держали 5 дней диету. Нет времени, готовка, вот только что писали, нет времени, вот эта готовка напрягает, взвешивание еды, таскаешься с контейнерами. Сегодня тоже об этом поговорим. Но скажу, что готовить в любом случае, конечно же, нужно, только здесь важный момент, это оптимизация всех процессов. И постоянно срываюсь, да, постоянно срываюсь. Сюда бы я отнесла даже недостаточно знаний, потому что срывы, они имеют определенную причину, вы сегодня поймете. Если у вас будет достаточно знаний в этой сфере, то, поверьте, срывы очень сильно уменьшатся, уменьшатся до минимума, вот. А может быть, даже вполне их можно будет исключить. Лениться, это так прекрасно. Хорошо, поехали, добрый вечер. Итак, начнем с того, что я больше чем уверена, что здесь абсолютно все взрослые люди, и у которых достаточно сильная мотивация. Если поговорить с каждым по отдельности, знаете, провести такую коуч-сессию, я уверена, что вы найдете ответы, почему вам нужно снизить вес. Для себя это всегда что-то большее, чем просто для себя, чем просто радоваться своему отражению в зеркале. Согласитесь, у нас выходной день, мы не красимся. Я сегодня полдня ходила с двумя косичками, или там в пижаме, не накрашенная. Это было тоже для себя, мне было так удобно. Но для вас я привела себя в порядок. То есть у нас всегда есть мотивация. За вот этим для себя есть что-то большее. И я уверена, что каждый из вас хотя бы 30 минут в день может уделить для своего здоровья, для своей цели, для своей мечты. Но согласитесь, 30 минут у вас есть. Вы в Инстаграм зависаете больше, по-любому. То есть в любом случае, есть мотивация, есть хоть минимальное время, в любом случае оно есть. Если эти факторы совпадают, значит у вас все получится. У вас просто-напросто нет плана снижения веса в голове. И сегодня мы будем об этом говорить. И сегодня поговорим о чем? Как дойти до цели, не теряя здоровья? Это очень важный момент, потому что сейчас мы просто утонули в информационном большом океане про похудение. Кажется, что это уже просто история старая как свет. И все вдоль и поперек уже сказано, рассказано. Но очень много информации, тем более противоречащие друг другу. И, соответственно, человек просто в этом тонет. И хватает за одно, за второе, за третье. Вес. И ныне там. Либо он вообще растет. Но здоровье ухудшается. И вот мы сегодня будем говорить вообще за что браться конкретно, да и куда бежать. Как измениться и пищевые привычки? Слушайте. Так, сейчас, секунду, я... Саша, выключи, пожалуйста, бойлер. Интересно. Сейчас мы наладим связь, ребят. И все, пойдет. Вот прямо... Вот как всегда, знаете, на самом интересном месте начинается. Ага. У нас просто вечером такое бывает. Сейчас я переключу. Сейчас я переключу. Угу. Здравствуйте. Прям секундочку. Прошу прощения. Все. Мы связь наладили. Теперь, чтобы такого не было, сейчас я переключу интернет. Угу. Грит, уже верю, что все получится. Обязательно получится. Так. Сейчас, сейчас, прям секунду. Все. Все. Я переключилась. Такое бывает. Такое бывает. Видите? Техника. Итак, как выстроить свой план снижения веса? Мы об этом поговорим. Как избежать срывов? Тоже. Это очень важно. Ага. Все. Работает, да? И мы поговорим о том, почему ваш вес не уходит и почему он растет, да? Все. Связь вроде бы наладилась. Можем продолжать. Видите? Не зря я не начинала. Итак, прежде чем, прежде чем я начну говорить саму тему, я коротко расскажу о себе для тех, кто здесь впервые. Кто первый раз смотрит эфир, кто первый раз попал вообще ко мне. Я расскажу немножечко о себе. Меня зовут Светлана. Фамилия моя Никитчук. Я живу в Киеве. Мне 38 лет. Я спортивный диетолог, нутрициолог, автор проектов по снижению веса и восстановлению здоровья путем правильного питания. Работаю уже достаточно давно. Можно сказать, половину моей жизни я посвятила сфере фитнес-индустрии. Фитнес-индустрии, как правильно будет. Начиная с 18 лет я уже работала тренером групповых программ. И потом постепенно я перешла в нутрициологию, потому что фитнес без питания не работает. Последние 3-4 года я уже работаю исключительно онлайн. Раньше работала в фитнес-клубах Киева, Ярославля, Саратова, Энгельса. И сейчас работаю из дому. Вот это так коротко обо мне. И скажу, что у меня есть не только профессиональный опыт снижения веса, я не только знаю это все, эту всю кухню хорошо, как профессионал, я знаю изнутри, как когда-то худеющий человек на 35 килограмм. Я свою историю буквально недавно рассказывала в инстаграме, сохранила это в сториз, чтобы просто узнали, какая я была. И у меня был такой опыт 11 лет назад, когда я родила второго ребенка, я набрала 34 килограмма, и там около 35 килограмм, и действительно это же не была просто беременность, да, согласитесь. То есть это когда ты рожаешь, там уходит у тебя вода плюс ребенок, да, это максимум 7 килограмм, ну бывает до 10, у меня ушло 7, и все остальное, наеденное непосильным трудом, естественно, осталось на мне. Поэтому я знаю, что чувствуют, проживают люди, которым нужно похудеть. Я знаю, как это тяжело носить на себе столько лишнего. На ютубе не трансляция, а знаете почему? Потому что она, наверное, прервалась. Прервалась она. Сейчас мы ее пробуем перезагрузить. Спасибо большое, что написали. И да, она прервалась. Вот. И я действительно знаю, как это тяжело, когда ты не просто занимаешься спортом, когда ты борешься с собой, когда ты каждый день заставляешь себя отказываться от сладостей, когда ты сидишь на диетах. Потому что первые мои этапы похудения были исключительно на жестких диетах. На жестких диетах. И только со временем, хорошо осваивая уже программу питания, нутрициология, я уже смогла помочь себе, так как сейчас помогаю другим. Так, я знаю, что такое срывы, зажоры и что такое диета. Вот, все, я включила. Спасибо большое, что сказали. Что такое гречневая диета. До сих пор гречку не ем 11 лет. И как после недели гречневой диеты ты съедаешь, я не помню, 5 морожен за один раз. Вот, в общем, знаю эту кухню изнутри, поэтому мне сейчас на самом деле не тяжело понять людей, которые ко мне приходят. Вот, это так, коротко обо мне. Так, поехали. Какие методы снижения вы знаете? Затянуто, потому что я включала еще раз эфирное в Ютубе, поэтому пришлось затянуть туда. Какие вы знаете методы снижения веса? Поехали. Не будем больше тянуть. Как сейчас люди худеют? Как вы худеете? Как вы худели? Давайте разбирать все по порядку. Спорт. Так, еще. Какие еще знаете? ПП. ПП это что? Что такое ПП? Давайте разберем. Это правильное питание. Правильное питание, оно может быть разным. Маложор. Это называется гипокалорийная диета, да? Когда у нас мало калорий. Интервальное голодание. Питание, режим, считать калории. Меньше жрать. Я худею с вами. Разгрузка. Рот на замок. Ну, не получится, не работает это, согласитесь. Диета. Герблайт. Так, понятно. Пятиразовое питание. Спорт. Считать калории. Сидеть за бежу. Хорошо. Да, есть диеты. Можно вот диеты, многие которые вы назвали, да? Там малокалорийные диеты. Как я сказала, гречневая диета. Вот тут все диеты можно собрать вместе. Мы не будем сейчас говорить про ПП. Сейчас мы ПП разберем еще. И в такую вот, просто в группу, просто диет. Часто это какие диеты? Малокалорийные, очень ограничивающие продукты, да? Монодиеты. Как они работают? Как они работают? Действительно, человек худеет быстро. Правда? То есть, если посидеть на любой монопродуктовой диете, да? И действительно, если снизить очень сильно калораж, что мы увидим? Мы увидим быструю потерю веса. Но эта потеря веса будет неэффективной. А что определяет эффективность потери веса? Что определяет? Как вы думаете? В чем разница вообще? Похудел эффективно или неэффективно? Как мы можем это отследить? Безуглеводка, о, так, не сжать и двигаться. Да, тоже и такое делают метод и голодание огонян. Скажу, что вот про огонян ни на одном обучении для диетологов, нутрициологов я никогда не слышала. То есть, вот эти все диеты Долиной, Пугачевой, огоняной и так далее, это все такое. Так, удержание веса. Удержание. Диетология похудел и удержал. Верно. Эффективность диеты определяется. Первое. Это потеря жировой ткани. Жировой ткани. И второе, второе эффективное, второе, так сказать, показатель эффективности диеты, это удержание веса в долгосрочной перспективе. И вот сразу, кажется, вопрос возникает. В смысле, если я похудела, значит, чего же я тогда похудела? Вот смотрите, когда мы худеем, мы можем терять воду. Из чего вес состоит? Из воды, мышц, жира и костной массы. Костная масса, она остается всегда одной и той же. Ну, там, мы не будем брать патологии. Костная масса не меняется. А вода, мышцы, жир могут меняться постоянно. Это будет зависеть от вашего питания, образа жизни, стресса, сна и так далее. Так вот, если мы с вами худеем на очень низкокалорийной диете или на монодиете, первое, что уходит, это вода. Это первые вот эти вот пару дней. Второе, что уходит, это мышцы. Это мышцы. До жира, пока дело дойдет, то уже, поверьте, большинство начинает сильно срываться. Для того, чтобы запустить вот этот вот процесс жиросжигания, это достаточно сложный процесс, он не запускается за пару дней. Но организм начинает моментально терять белок, собственные белки расщеплять. И одно дело, если это просто мышцы, там, скажем, на теле, да, костная мышечная масса, это одно дело, скелетная мышечная масса. Но если у нас с вами уходят не просто мышцы с тела, да, которые, кстати, ослабевая, они дают потом нагрузку сильно большую, мы даем нагрузку на суставы, на позвоночник, вот очень много таких историй. Похудела, и у меня начали болеть суставы. Похудела, у меня начались проблемы с позвоночником, да, потому что мышцы ушли. Но ещё может уходить мышца миокард. Что это такое? Это мышца сердца. Я вот недавно в сториях рассказывала о том, что как похудел Трахтенберг. Его многие знают, это ведущий. Он очень быстро похудел. И вот на таких вот быстрых похудениях, да, очень сильно уменьшается мышца сердца, что вообще чревато летальным исходом. Так вот, по сути, первое, да, мы теряем даже те самые 5 килограмм, но это будет не жир, и жировой ткани там будет очень мало, что уйдёт. Уйдёт вода, уйдут мышцы. Мы вводим организм в состояние чего? В состояние голода, и у нас включается жирозапасание. Вот. И дальше что происходит? А дальше происходит срыв, человек набирает всё обратно, только набирает не мышцы, ушли-то мышцы, ушёл. Ушла важная ткань, а набирает жировую, потому что организм находится в состоянии стрессов, в состоянии голода. И кажется, как будто 5 сбросил, там 5-6 набрал, да, а стал больше, а стал больше в объёмах. А почему больше стал? А потому что объёмы будут больше, если у нас пришло 5 килограмм жира. Потому что жировая ткань, она более объёмная, чем мышечная. Очень много таких вот фотографий, там 100 грамм мышцы, 100 грамм жира, как они выглядят. Это абсолютно разное, да. То есть, действительно, путь диет не срабатывает. Вот эти монодиеты, низкокалорийные диеты, они не срабатывают. Что ещё важно? Ещё важен такой момент, что вообще людям с большим весом очень вредно быть на таких диетах. Почему? Потому что у них, как правило, нарушен метаболизм. У большинства людей, которые имеют больше 15 килограмм лишних, у них есть метаболический синдром. Я позже буду говорить об этом, что это такое, как можно понять, есть он или нет. Но метаболический синдром за собой тянет определённое нарушение метаболизма. Метаболизм, а что это такое? Расщепление. Расщепление тех же жиров, да. Углеводный обмен, жировой обмен. То есть, целая-целая цепочка каких-то реакций, которая нарушена. Неправильно работает печень, потому что метаболический синдром, он сопровождается или он даже начинается тогда, когда жир находится не только под кожей, не только на боках, на животе, а он находится внутри, когда органы, можно сказать, заплывают жиром, когда жир на печени, на сердце, на почках. И вот в таком случае у нас начинаются вот эти вот большие метаболические нарушения. И когда печень заплывает жиром, это называется неалкогольный жировой гепатоз печени. Печень не может работать в полную силу, так сказать, полностью, да, вот хорошо и качественно делать свою работу. А жиросжигание, этот процесс напрямую связан конкретно с работой печени. Напрямую. Если печень не будет работать так, как нужно, она не будет работать, потому что, да, потому что есть проблемы. В таком случае, опять же, жиры не пойдут в расход. То есть будут улетать у человека белки, он будет худеть только за счёт белковой, за счёт мышечной массы, вот, что достаточно опасно. Вот поэтому, в принципе, да, вот эти вот диеты, они срабатывают плохо. Что ещё, к чему ещё прибегают? Очень многие прибегают к таким кардинальным мерам, таким как та же самая кето-диета, вегетарианское питание. Я скажу, я не против ни кето-диеты, ни вегетарианцев, я вообще не, знаете, я против только, там, диеты дюкана, там, гербалайфа и всё остальное. То, что вообще является опасным и запрещённым во всём мире. Вот. Все остальные системы питания, которые имеют место быть, да, которые изучены, которые имеют огромные, там, списки исследований, да, я за них. Но главное, чтобы их применять правильно и по показаниям. Вот. Если взять ту же самую кето-диету, последние пять лет они постоянно, все говорят, постоянно, и мне постоянно пишут, а у вас вот курс, он основан на кето-диете, а вот я к вам хочу пойти, а у вас вот кето-диета есть? Вот первое, что спрашивают, кето-диета. И я сейчас расскажу, почему её так сильно любят и почему так они спрашивают. А кето-диета – это вообще очень старая такая диета, достаточно уже древняя, и это не какое-то там нововведение, да, но почему-то вот пять лет назад кто-то о ней вспомнил, и начали все о ней говорить внезапно. Но на самом деле эта диета, она была разработана для людей больных, имеющих нарушение, нейродегенеративное нарушение. Это применяется вот конкретно при эпилепсии. Есть ещё ряд других заболеваний, при которых применяется кето-диета, потому что было доказано, что когда организм работает на кетоновых телах, он работает более качественно, да, для центральной нервной системы это гораздо лучше, для мозга это лучше, поэтому люди действительно входили в долгую ремиссию благодаря вот как раз этой кето-диете. Она была исключительно для лечения, но когда начали её применять, увидели, что есть такой побочный приятный эффект, да, это потеря веса. И постепенно она начала входить в диетологию. Но кето-диета, я говорю, что ещё раз, это одна из крайних мер, одна из очень крайних мер, которая не должна применяться везде и всюду, потому что она имеет очень большое количество противопоказаний. Люди, не разобравшись, что это такое, в чём дело вообще, на чём это основано, можно или нельзя начинать применять. А почему применять? Потому что результат очень быстрый и потому что это модно, потому что я это ещё не пробовала. Вот об этом все говорят, и я вот тоже на это села. Садятся просто там на сыр, на сливочное масло и ждут вот каких-то там чудесных результатов. А что в итоге получается? А в итоге попадают в больницу с панкреатитом, с холециститом, с огромными большими нарушениями, вырастает холестерин так, что их сажают на статины, потому что она была применена неверно, потому что это очень сложная диета, и не каждый диетолог её напишет. И с огромными нарушениями пищевого поведения, потому что полное исключение углеводов, а там же практически оно полное, там всего-навсего 5% углеводов остаётся. Это приводит к чему? Как раз именно к тому, что потом этих углеводов очень сильно хочется. Хочешь их восполнить любым путём, и понятно, что потом начинаешь сильно-сильно срываться. Так вот, та же самая кедо-диета, она не может применяться для всех. И для большинства вообще, в принципе, её нельзя применять. Если мы её и применяем, то исключительно только в тот момент, когда вес стоит. Только как, знаете, такая мера, чтобы толкнуть вес, но не на длительное похудение. То есть, опять же, такие варианты не подходят для долгосрочного снижения веса. А почему ещё она не подойдёт? Потому что она не просто нарушит пищевое поведение, она ещё не решит главную проблему снижения веса, точнее, набора веса. Что человек не умеет просто-напросто правильно есть, правильно сочетать продукты, жить со своей привычной едой, в дружеских отношениях, не переедать. И вопрос не решится, потому что пока ты худел, ты просто-напросто себе всё запрещал. А когда ты перестанешь так худеть, ты вернёшься опять же в своё исходное питание. Как только с любой диеты мы начинаем расширять свой рацион, вот было нельзя всё, а потом я начинаю постепенно себе расширять. И вот тут у меня есть какой-то результат. Начинаю добавлять то, 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 то. Начинаю как только мы увеличиваем своё питание, всё, вес моментально растёт. Потому что проблема с питанием остаётся. То есть основная задача тех, кто хочет снизить вес, разобраться вообще в этом процессе. Что такое снижение веса? Как набирается жир? Как он уходит? И в чём причина набора веса? Вот когда мы найдём причину, тогда мы найдём решение. Потому что исключительно брать, там, сжигать жир любым путём, да, там, не знаю, там, коктейли покупать, выбрасывать кучу денег, садиться на любую диету, которая поможет вам скинуть пару килограмм быстро, вы не решите основную проблему того, что мы говорим, да, что к лишнему весу всегда приведёт питание. Всегда. Не гормоны, не там, там, менопаузы и так далее. Питание. Другое дело, когда уже менопауза, гормоны, там, после родовой период, когда происходят такие определённые изменения в организме, которые стимулируют аппетит, да, и тогда действительно мы наедаем. Но всё равно мы наедаем. То есть других причин набора веса нет. И вот ещё что писали. Писали интервальное голодание, да. Интервальное голодание, вроде бы, кажется, о нём сейчас тоже, чем много говорят, тоже это тренд. Один из трендов, сейчас мы уберём девочку, один из трендов интервальное голодание, когда модно какое-то время есть, какое-то время не есть, причём люди, да, я знаю, ничего страшного, когда люди, просто-напросто, даже не разобравшись, в чём суть ещё интервального голодания, там же не просто ешь 8 часов и 16 не ешь, там есть определённый протокол, да, сколько раз ты ешь за 8 часов, что ты ешь, что ты не ешь, что запрещено, ну и так далее, там целая-целая история. И в интервальном голодании много плюсов. Скажу вам честно, в 2020 год я очень много училась, и на каждом обучении о нём говорят, на каждом, но говорят всегда так, в том числе и российские спикеры обучающие, и в Украине, и американцы говорят о том, что да, применяйте, но только людям, у которых нет противопоказаний, потому что противопоказания у голодания тоже очень большие. нельзя голодать тем, у кого есть проблемы, любые проблемы желудочно-кишечного тракта, любые, начиная с камней в желчном, да, их, если они есть, вообще нельзя, если есть какая-то предрасположенность, тоже нельзя, потому что они появятся. Опять же, людям, которые там, язвы, панкреатит, ещё что-то, когда нельзя вообще голодать, то есть, естественно, это всё запрещено, диабет, тоже нельзя. Вот. Есть очень большой список противопоказаний. И, опять же, интервальное голодание, почему его любят? Потому что есть вот у тебя какой-то запрет, какой-то вроде бы как, всё понятно, да, в нём. Ешь, что хочешь, но у тебя есть время стоп еды, когда ты не ешь. Всё, в это время я не ем. Будешь ли ты всю жизнь придерживаться этого? Ну, вряд ли, правда, согласитесь, вряд ли. Всё равно, рано или поздно, вожьи отпустятся. И большинство людей не остаются на интервальном голодании на всю жизнь. А есть ещё где-то, что-то начинает болеть, вот, в боку, да, ты уже идёшь, там, на УЗИ тебе говорят, ой, вам вообще голодать нельзя, у вас тут началось. Всё, мы возвращаемся в исходное питание, опять вес попёрт. То есть, интервальное голодание тоже не решение. По нём много есть разных работ, но как бы всё равно история с интервальным голоданием не полностью доказана, поэтому, но его применяют, правда. Но опять же, для большинства людей это не будет решением, тем более для людей, которые имеют нарушение пищевого поведения, им тоже голодать нельзя, потому что любое вот такое вот длительное голодание, оно наоборот только ухудшит ситуацию, они будут накидываться на еду ещё с большей силой. Знаете, что такое нарушение пищевого поведения? Это у него есть несколько разных причин, это начиная там из психосоматики, и там с постоянного стресса, и с того, что это даже может быть недостаток овощей. Представляете, всего-навсего недостаток овощей в рационе, когда мы не кормим свой микробиом, и когда микробиом не выделяет нужный субстрат энергии, потому что у нас микробиом выделяет нам там витаминки разные, и он ещё выделяет определённый энергетический субстрат для наших клеток. И если мы не докармливаем наш микробиом, а мы его кормим исключительно овощи, фрукты, то есть клетчатка, тогда клетки начинают наши голодать. И у нас нарушается пищевое поведение. Человек хочет всё время есть. Всё-навсего, да, не хватало овощей. То есть причин на самом деле есть много, но основная причина – это как раз вот эти вот любые ограничения в питании. То есть это диеты, это голодовки и так далее. Везде, где мы говорим себе «нельзя, нельзя, нельзя», ты понимаешь, что сегодня, раз уже я себе разрешила, значит, сегодня можно сколько хочешь. А завтра я опять скажу себе «нельзя». А послезавтра у тебя опять срыв, и ты говоришь «ну всё, сегодня можно, да, сегодня я ещё поем вот как положено, а потом опять себя возьму в руки». Эта история продолжается годами, десятилетиями, по 20 лет люди так худеют. Каждый день прощаются с едой. Каждый день. И когда прощаются, прям наедаются по полной, и потом опять тебя заставляют садиться в ограничения. Это нарушение пищевого поведения. И после таких вот длительных качелей, когда ты то голодаешь, то объедаешься до тошноты, надо очень долго восстанавливать свою психику и объяснять организму, показывать, что еда есть, она есть сегодня, завтра, послезавтра. Ограничений нет. Нам всё можно, всё можно в меру, не надо переедать, не надо запасаться на завтра. То есть это очень долгий процесс. Я сама лично через это прошла. Я сама через это прошла, когда я тоже каждый день прощалась с едой, утром сиделась на диету, а вечером опять прощалась с едой. Эти зажоры были просто бесконечны. Поэтому скажу, что это тоже опять же не работает, если проблема серьёзная. Для кого-то сработает, но не для всех. Не для всех. Говорили про коктейли, сюда же можно отнести похудение на любых препаратах. Тоже любимая история, особенно вот YouTube, кстати, который у меня так и не включился почему-то. Тоже любимая история ленивых. Похудеть, знаете, как побыстрее и полегче, да, ничего для этого не делая, не меняя никак свой образ жизни, не меняя питание, не занимаясь ни спортом, ничем. Тоже люди ищут такие вот, ну как бы волшебную таблетку для похудения. И знаете, что интересно, что у меня есть такой ролик, ролик на YouTube, который называется, он про редуксин. Про редуксин, многие знают, это препарат для снижения веса. Он применяется в комплексной терапии снижения веса. В комплексной, где есть основа диета, где и то при больших проблемах, когда это ожирение прям уже третьей степени. И люди верят, что действительно даже не придерживаясь никакой диеты, может там садиться на редуксин и взять, что сработает. Я все-таки пытаюсь запустить эту трансляцию. Но он не работает, он не работает, он не решает проблему. А почему? Вот если взять любые таблетки для похудения, они будут в основном, те, которые работают, большинство вообще не работают. То есть вы просто выбрасываете деньги, вас просто обманывают. А те, которые работают, они основаны на блокаторах. Блокаторах углеводов. Когда у вас углеводы не усваиваются, вы едите, они у вас не усваиваются. Кажется, здорово, да? Блокаторы жиров. Да, правильно. Блокаторы углеводов, блокаторы жиров. Блокаторы аппетита. Вот. А ведь смотрите, если мы блокируем жиры, если мы блокируем углеводы, причем это разные препараты, что будет? Да, вроде бы как калории-то не пойдут к нам, да, все, ничего не усвоится, все выйдет. С одной стороны, кажется, что это решение проблемы, но углеводы и жиры, они имеют очень важную, играют важную роль в питании. С теми же самыми жирами, да, усваиваются жиростворимые витамины. То есть блокируя жиры, мы лишаем себя витаминов. Углеводы, имеют тоже очень важную часть, они являются одним из важных строительных материалов в организме. И просто-напросто блокируя это, мы приведем все равно организм в плохое состояние, и это не решит проблему, потому что мы не будем это пить постоянно. Как только мы перестаем это пить, проблема возвращается обратно, потому что корень проблемы не решен. А что с блокаторами аппетита? Это любые блокаторы аппетита, то же самое редуксин, это психотропное действие, психотропное действие, которое действует на мозг, на мозг. И у меня есть знакомые, которые имели когда-то проблему с зависимостью наркотической, и они рассказывали о том, когда пока человек был сильно зависим, что они все, вот вспомните, вы 100% не видели ни одного наркомана, который полный, ни одного, они все очень худые, они просто очень худые, потому что они не чувствуют голод абсолютно, потому что они все время находятся под этим психотропным веществом. И когда вот мой знакомый попал в больницу, ну не в больницу, а не в диспансер, в наркодиспансер, решил с этим всем завязать, его вывели из этого состояния, и у него появился такой жор, он говорит, меня просто разнесло в два раза, просто в два раза, потому что я наконец-то почувствовала аппетит, и аппетит пришел с таким чувством сумасшедшим, говорит, что я не мог с этим никак совладать. И то же самое происходит с людьми, которые бросают пить вот эти вот препараты. То же самое. Очень просто, я не знаю, сколько таких историй, я уже прочитала, когда пишут о том, что да, я похудела на 20, но потом я набрала 30, я похудела на 15, но набрала 20, потому что у меня потом был такой жор. То есть блокировать аппетит, блокировать абсолютно нормальное чувство, которое должно быть в организме, ну как бы это же нормально, хотеть кушать, да, нормально. То есть нельзя. И это тоже не решит, потому что, ну проблему, потому что мы все равно рано или поздно перестаем употреблять такие вещи, да, и возвращаемся в исходную точку. А исходная точка, да, как бы проблема не решена. Пищевая зависимость есть, есть не умею, и так далее, и тому подобное. То есть все равно проблема возвращается. То есть вот к этому точно не стоит прибегать. Это то, что не работает. На это просто-напросто люди тратят много денег, много времени, много сил, много здоровья, и много лет, и в итоге они все равно остаются в том же весе, только с потерянным здоровьем. Вот сейчас с чего я хотела начать, вот именно с этого. И вот для тех, кто хочет снизить вес, вот сразу же у меня вот вопрос. Как вы думаете, куда уходит жир? Куда он уходит? Как он, не знаю, растворяется, сжигается куда-то? Куда он уходит? Вот для того, чтобы понимать, как протекает процесс похудения, да, как нам этим процессом управлять, нам нужно понимать этот процесс изнутри. «Надо меньше жрать». Ну вот такой, знаете, вот ответ вообще ни о чем. Вот чем это поможет человеку? Вот придет человек ко мне 100 килограмм и скажет, я хочу похудеть, скажу, надо меньше жрать. Она такая, понятно, спасибо. Я не знала этого. Также, когда бросаешь курить, совершенно верно. Вообще никотин, он действительно, он притупляет чувство голода. Он правда притупляет. Причем полные люди, если начинают курить ради того, чтобы похудеть, они не худеют, они еще просто-напросто к своему весу добавляют еще такую зависимость. А люди, которые бросают курить, да, часто набирают, потому что это сразу же аппетит возвращается. Так, уходит с дыханием. Так, интересно, в пот. Еще какие есть варианты? В энергию. Сейчас, если только вы поймете, как лишний вес приходит и как уходит, все, проблема будет решена. у меня прямо какой-то странный сегодня интернет. Ну, ладно, ютубу сегодня не повезло просто. Так, на вопросы отвечу в конце эфира. Так, расширяется на белки для мышц. Так, на белки. Интересно. еще, если так, про липосакцию тоже скажу чуть попозже. Жир, это неиспользованная энергия. Расщепляется, да, я поняла. Двигаться с выходом жидкости. Смотрите, смотрите, давайте разбирать. Есть два таких процесса, они противоположны друг другу. Липогенез и липолиз. Липожир, генез, образование, да, липогенез, это образование жира. Липолиз, это, понятно, жиросжигание. Два процесса, которые, что, гормонально зависимые. То есть, это процесс, который исключительно протекает с участием гормонов. Сразу же, вот на этой ноте, да, сделаем такую вот пометочку. Это значит, что, что никакие таблетки для похудения не помогут похудеть. Согласны, да? Потому что они не создадут гормонального эффекта для сжигания жира. Здесь же тоже можно сразу понять, что мы не можем набрать вес ниоткуда. Что гормональный процесс, да, это достаточно сложный процесс, и вес сам по себе не растет. Нам нужны определенные гормоны и обязательно неиспользованные калории. Как только что написали, неиспользованная энергия. Все, вот в таком случае вес будет расти. Так вот, как происходит жиросжигание. То есть, вот жир находится, он где-то спрятан, он спрятан в клетках жировых, в жировой ткани. Эти клетки есть у нас везде, не только под кожей, есть в мышцах, есть много их, да, везде. Они называются адипоциты. И вот в адипоцитах вот этот жир как-то он закрыт туда, вовнутрь. Это жирные кислоты вместе с глицерином. Они соединены в такое вещество и они вот закрыты. Адипоцит никогда не отдаст свое содержимое, пока не придет к нему жировысвобождающая липаза. То есть, определенный гормон, который скажет, открывай двери, выпуская все наружу. Как мы можем это сделать? Каким образом? Мы можем создать дефицит калорий в питании, да, либо мы можем это сделать физической нагрузкой. Вы только что кто-то писал, это совершенно верно. Когда мы начинаем с вами тренироваться, у нас варбаться такие гормоны, как адреналин, норадреналин, да, они действительно влияют на вот эту жировысвобождающую липазу, которая поможет нам высвободить содержимое из жировой клетки. Что дальше? Дальше происходит такое разваливание. Все, они расходятся, глицерин и жирные кислоты расходятся в разные стороны. И дальше они попадают в кровоток. Какая-то часть жирных кислот действительно будет окисляться в митохондриях и превратиться в энергию. Если вы достаточно двигаетесь, я сейчас говорю про достаточно двигаетесь, я не говорю про тренировки, да, большая часть этих жирных кислот они превратятся в энергию и, ну вот, ваше движение. С дыханием в том числе, вы правы абсолютно. А с потом они не выходят. Пот – это исключительно вода. Вы зашли в баню, вы попотели, вода вышла, вы вышли, да, напились воды, вода восстановилась. Пот – это не жир. Жир не выходит с мочой, калом и так далее. Многие так думают, вот смешно, а многие реально так думают. То есть, это действительно энергия. Есть еще часть жирных кислот. И у тех, кто очень мало двигается, большая часть этих жирных кислот будет идти куда? В печень. Где там печень будет их обрабатывать. И если печень, помните, да, мы говорили только что о том, что если есть жировой гепатоз печени и печень не может работать в полную силу, как она должна, да, работать, она не будет успевать расщеплять эти жирные кислоты, перерабатывать их. И такой стремительный, стремительное похудение может привести к тому, что печень еще больше заплывет жиром. А еще бывает такое, что мы сели на программу питания, да, а вес не идет. Не идет. Стоит. Что бы мы не делали, а он прям стоит. Либо очень медленно уходит. А почему? Потому что печень не работает. Потому что печень не делает то, что нужно. Она не может сейчас принимать полное участие в жиросжигающем процессе. И только спустя какое-то время, может пройти месяц, когда печень начнет работать и вес и пошел. Понимаете, да? То есть это очень важный процесс. И здесь много есть разных условий, которые должны совпасть, чтобы вес вот прямо пошел. То есть жиросжигание это очень сложный процесс. Это не просто пошел, поприседал, встал в планку, не знаю, сделал вакуум, кто-то верит, что вакуум сильно круто работает. Да не работает он так круто вообще. Чтобы просто себя настроить на хороший, правильный день, да, вакуум супер. Но прямо чтобы он там сжигал жир, да, это в сказке все ерунда. Понимаете, да? То есть жиросжигание это очень сложный такой гормональный процесс. В жиросжигании, как и в жирообразовании, играет одну из очень важных ролей это инсулин, гормон инсулин. О нем тоже постоянно говорим. Уже мне кажется, я просто плешь проела со своим инсулином, но зная, что сегодня есть те, кто слушает впервые этот эфир, для них будет реально открытием. Кто-то этого гормона очень боится, кто-то знает, что гормон это очень хороший, на самом деле он очень нужен, это важный гормон, на самом деле нет ничего не важного в организме, даже вам доказано, что аппендицит это важная часть. Так вот, гормон инсулин вырабатывается поджелудочной железой, у него есть очень много функций. Важная функция его это контроль уровня сахара в крови, уровня глюкозы, правильно будет уровень глюкозы. Он ее контролирует, он не дает сильно глюкозе повышаться в крови, чтобы кровь не засахарилась. Это его самая первая важная функция. А как он работает? Работает таким образом, что когда мы кушаем, на любую еду глюкоза повышается, на любую, на любой прием пищи. Не повышается глюкоза, на что? На чай, без сахара, на воду, на кофе, вообще никак не реагирует. На все остальное, кефир, молоко, капучино, латте, и так далее, на все остальное уже будет в любом случае метаболическая реакция. И вот повышается глюкоза. Насколько сильно она повысится, будет зависеть от чего? Будет зависеть от того, как много сахара в рационе ваших, в ваших продуктах. Сахар, опять же, я это грубо говорю, понятно, насколько много будет углеводов. Они будут простые, они будут сложные, их будет много, их будет мало, это будет только салат, это будет фрукт, или это будет шоколадка, то есть в зависимости от количества вот этих углеводов, подъем глюкозы будет на разном уровне. Сразу же, вслед за глюкозой, моментально выделяется инсулин. Инсулин и поджелудочная железа не ждет, когда уже глюкоза достигнет какого-то сумасшедшего уровня. Уже тогда некогда будет действовать, но сразу же, буквально сразу же выделяется, как только мы начинаем кушать. Очень интересно, что инсулин выделяет, даже тогда, когда глюкоза не повышается, когда мы ничего не едим. Это может быть просто связано с циркадными ритмами. То есть, это тоже такой абсолютно нормальный процесс, когда в определенное время суток повышается инсулин. Это нормально. Мы ничего вроде бы не едим, я могу быть там на каком-то интервальном голодании, но тем не менее все равно инсулин поднимается, хотя глюкоза вроде бы в норме. Еще очень интересный факт в том, что многие думают, что если я ем сахарозаменители, то инсулин никак реагировать не будет, потому что глюкоза не повышается. Глюкоза-то не повышается, потому что в сахарозаменителях нет сахара. Но так сложилось, это сложилось абсолютно, как это сказать-то, господи, природно так сложилось, что когда человек чувствует сладкий вкус, сладкий вкус, как только сладкое выпадает нам, все, инсулин будет вырабатываться. Опять же, потому что он не будет ждать в тот момент, когда уже глюкоза повысится. Как только сладкое появилось во рту, все, инсулин будет вырабатываться. Глюкоза при этом может не повыситься, она не повысится на сахарозаменитель, но инсулин отреагирует. Это информация 19-го года. Абсолютно все обучения, повышение квалификации диетологов везде об этом говорили, что все, сахарозаменители, да, это вред. Я не против сахарозаменителей, сразу скажу, я против частого употребления. То есть я всегда говорю, что сахар, сахарозаменители и все, там сиропы и же с ними, это все то, что должно быть иногда, редко и в маленьких количествах. Тогда никакого вреда не будет. Часто, постоянно, да, это будет большая проблема. Какие еще задачи стоят у инсулина? Когда поднимается глюкоза в крови, он должен эту глюкозу утилизировать. А куда он ее утилизирует? Он ничего в организме не исчезает просто так. То есть есть какой-то определенный процесс утилизации этой глюкозы. И он начинает ее растаскивать. Есть депо. Есть депо, называется гликогеновое депо. То есть он образует из глюкозы гликоген. Это та же самая глюкоза, только где добавлено буквально 2% белка. И вот вместе получается гликоген. Этот гликоген, ну скажем так, меньше занимает места, наверное, меньше занимает места, чем занимала бы глюкоза. Он такой вот более компактный. Он откладывается в мышцах, он откладывается в печени, в мышцах для нашей энергии движения, в печени для того, чтобы поддерживать все время в норме уровень сахара в крови, да, когда мы даже пропускаем прием пищи, или у нас там какой-то с вами период, там 4-5 часов без еды, да, и чтобы вот сахар не падал, печень как раз за этим будет следить и подбрасывать гликоген в кровь. И даже если мы с вами не будем есть там сутки, двое, трое, да, мы не упадем в какую-то гипогликемическую кому, потому что сахар все равно будет в норме. Это как раз благодаря вот этим гликогеновым депо. Вот. И дальше что у нас происходит? А если у нас эти гликогеновые депо заняты? А они заняты будут, потому что они не могут набиваться постоянно, да, у них есть какой-то определенный объем. Если человек продолжает есть, если он продолжает, ну, там, не знаю, это Новый год, да, это Новый год, вот мы поели, сели посмотреть телевизор, да, съели еще мандаринок, а потом еще давай попьем чайку с конфеткой, а потом еще пришли гости, и давай опять накрывать на стол. И получается, ты там ешь 7-8 раз за день, постоянно жуешь, да, и у тебя постоянно поднимается эта глюкоза, и все время ее надо куда-то растаскивать. А в мышцах уже нет места, а еще у людей, которые мало двигаются, у них там места вообще очень мало, то есть гликогеновые депо маленькие. Все время привожу пример. Тренеры, которые постоянно трубят о том, что, да, ешьте все, что угодно, у вас все будет улетать в мышцы, и все будет уходить в гликоген. Это касается только людей, которые много тренируются. Люди, которые много тренируются, они расширяют свои гликогеновые запасы, потому что организм, когда постоянно черпает их оттуда, да, он будет понимать, что чтобы было про запас всегда, нужно эти запасы расширить. Но если мы не пользуемся этими запасами, они будут всегда маленькими. Поэтому если вы хотите есть много и не поправляться, да, действительно, движение вам в помощь. Так вот, если мы продолжаем есть, да, гликогеновые депо в мышцах заняты, в печени заняты, что делать инсулину дальше? Куда одевать эту глюкозу? А глюкоза поступает, потому что у вас праздники, да, мы жуем постоянно, и у нас гости просто идут чередой. А в таком случае начинается образование жира, потому что есть еще одно депо, куда глюкоза уйдет. Это жировое депо, где инсулин просто-напросто, глюкозу будет преобразовать по определенному химическому такому циклу в те самые жирные кислоты, о которых мы только что говорили. И все это запаковывать в адипоциты. И здесь есть, не знаю, плохая новость в том, что здесь нету никаких границ. Сюда он может таскать глюкозу постоянно. И это называется набор веса. Вот, он будет таскать, 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 будет увеличиваться все время жировая ткань. Мы набираем вес, потому что у инсулина нет выхода. Больше ему носить некуда глюкозу. Понимаете, вот это образование жира. Не потому что я пропила гормонально и набрала, а питание. Питание было как раньше. Неправда, неправда. По-любому гормоны могли спровоцировать сильный аппетит, хотелось сладкого, еще чего-то. Это абсолютно нормально, да. И набрала, потому что начала есть больше. То есть вот таким образом получается липогенез, да, образование жира. Какая еще важная функция у инсулина? У инсулина важная функция строительная. Он строитель, да, он строит жир, он строит мышцы, он гормон строитель, анаболический гормон. Но если он будет высоким, он никогда не даст включить жиросжигание. Потому что либо мы строим, либо мы рушим, да, не может одновременно протекать катаболизм и анаболизм в организме вместе. То есть строение и разрушение вместе не протекает что-то одно. И кто сейчас командует, да, это будет командовать сейчас инсулин, или это будет, например, один из жиросжигающих гормонов, соматотропин, кто сейчас ведет, да, такие процессы и протекают. Если у нас инсулин все время высокий, а когда он будет высокий? Когда мы постоянно жуем, когда у нас много сладкого в рационе. Кажется, а что тогда делать, если, как же мы-то вообще будем худеть, если мы с вами едим 4-5 раз, а кто-то ест 6 раз, например, да, вот у меня там на первых программах питания, а многие люди ели 6 раз, потому что тогда применялась именно такая система в медицинской диетологии. А как же люди-то охудеют, если, кажется, все время инсулин высокий? Нет, не все время он высокий, потому что в зависимости от того, что мы едим, он может подняться немножко, буквально на 10-15-20 минут и опуститься, да, если продукты с небольшой гликемической нагрузкой. Есть такое понятие гликемический индекс, слышали, да, это количество сахара, количество сахара в продукте, гликемический индекс. Как разобраться, какой он? Низкий, средний или высокий? На вкус. Все кислое, не сладкое, это низкий гликемический индекс, все среднее, скажем так, среднее, умеренно сладкое, да, это вот там средний, и все, что сладкое, это, понятно, все высокий гликемический индекс. Но кроме гликемического индекса есть еще такое понятие, как гликемическая нагрузка. Очень интересный такой пример, который постоянно приводит на всех диетологических обучениях, особенно вот первого уровня, когда разбираются вот нутрициологи, начинающие, что такое гликемический индекс, нагрузка и так далее, приводят в пример, вот, например, арбуз имеет выше гликемический индекс, чем зефир. И кажется, вот, вот это да, зефир, абсолютно искусственный продукт с кучей сахара, он меньше будет иметь гликемический индекс, чем арбуз. А в чем же дело? А есть еще одно понятие, гликемическая нагрузка. Она высчитывается по определенной формуле. И вот гликемическая нагрузка арбуза будет очень маленькой. Это значит, что мы арбуз поели, да, сахар поднялся, но быстро упал. Инсулин поднялся, да, и быстро пришел в норму. А если мы поели то же самое зефир, глюкоза поднялась, а потом еще поднялась. И, да, когда инсулин видит, что его не хватает, тогда поджелудочная начинает вырабатывать еще больше. Она вырабатывает в 10 раз больше инсулина. А если еще этого недостаточно, то секреция инсулина умножается в 20 раз. И тогда инсулин стоит очень долго в крови. Очень долго. Не 10-20 минут, а несколько часов. Полдня стоит. Полдня. Вот вам причина. Я ем 2 раза в день, и я не худею. Конечно, не худеешь, потому что инсулин вот так вот стоит. Потому что я ориентируюсь только на 2 приема пищи и на какую-то калорийность, но ем все подряд. Могу себе позволить там и выпить какую-нибудь Пепси и какую-нибудь шоколадку съесть, но в калорийность я влажу. Ну и что же ты влажишь в калорийность? Калории сейчас вообще как бы здесь ни при чем. То есть, а продукты, которые ты ешь, они держат инсулин высоким. Все, инсулин стоит, похудение не притекает. Можно есть 2 раза и не худеть, можно есть 6 раз и снижать вес. И сейчас главная идея того, что я говорю, о том, что дело не в калориях. Есть, кстати, такая книга очень классная, прочитайте. Дело не в калориях, дело в продуктах. Это основное, на что нужно обращать внимание, когда мы хотим снизить вес. Не надо считать калории бега. Сейчас вообще от этого тоже современная диетология уходит. Можно не считать калории совсем, но при этом снижать вес. Хорошо, когда мы в них разбираемся, но абсолютно неправильно исключительно на калории полагаться. Потому что, да, действительно, можно соблюдать дефицит калорий. Есть мало, но при этом результата не будет, не будет, потому что мы не создаем определенный гормональный процесс для жиросжигания. И сейчас вы в этом разобрались. А вот еще, если мы уже говорим про инсулин, еще можно сейчас поговорить как раз про зависимость от сладкого. Как она обуславливается. Вот смотрите, когда есть нарушение инсулина, когда инсулин уже начинает вырабатываться больше, чем нужно. А когда это происходит? Опять же, когда мы постоянно ездим, да? и у нас инсулин еще одну важную функцию выполняет, когда он, его задача протаскивать глюкозу в клетку. Клетка имеет, каждая клетка в организме имеет мембрану. Это такая, знаете, как пленочка защитная. Она состоит из, она такая жировой природы, она из жира состоит. И вот эта мембрана, она имеет такую пропускательную способность. Она решает, кому открывать, кому не открывать. Как вы поняли, открывать она будет только гормоном. Если бы она такой пропускательной способности или пропускной способности не имела бы, то нам бы все подряд туда залетало, а нам это не нужно. И вот клетка открывает свою дверь инсулину и инсулин протаскивает туда глюкозу. Без инсулина глюкоза в клетку не выпадает. И если мы постоянно неправильным питанием, слишком большим количеством сахара, частыми приемами пищи, постоянными перекусами, опять же, кажется, я не перекусываю, но я пью постоянно чайок сладенький или я постоянно пью капучино с сиропом. То есть все время пью что-нибудь сладенькое или то, что вызывает все время инсулин. Хотя вроде бы я не перекусываю, я вообще ем утром и вечером, но целый день я что-нибудь пью с сахаром. Инсулин будет все время вырабатываться. И каждый раз, когда мы его вызываем, 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 в один момент клетка перестает на него реагировать. И для поджелудочной железы это очень важный сигнал, что инсулина, наверное, мало, его нужно просто больше, чтобы клетка его узнала. Она вырабатывает его больше. И на какой-то период это срабатывает, клетка его узнает. Но через время она перестает реагировать и на это. и нужно еще больше, пока поджелудочная железа полностью себя не истощает и говорит, все, я больше не могу. И вот пока вот этот инсулин его просто больше, это называется инсулинорезистентность, ее заметить практически невозможно. Нет никаких симптомов. Инсулинорезистентность это преддиабет. Нет никаких симптомов. Симптомы такие лишний вес, лишних там 10-15 килограмм и больше. Талия, больше 80 сантиметров у женщин, больше 92 сантиметров у мужчин. Высокий и плохой холестерин. Если сдавать анализы, высокий инсулин тоже. Вот здесь тоже еще важно сдавать, посмотреть. Не могу похудеть и все время хочу сладкого. Вот, пожалуйста. Это уже симптомы инсулинорезистентности. А почему сладкого хочу? Потому что глюкоза не попадает в клетку, не попадает в клетку в достаточном количестве. Потому что на инсулин она реагирует через раз. Понимаете? И организм голодает, ему не хватает глюкозы. И он дает сигнал в мозг. нам нужна глюкоза. Хочу сахара, хочу сладкого. Ты идешь ешь, а проблема та же. Клетка не чувствует инсулин, открывает ему через раз, глюкоза не попадает в достаточном количестве. И организм опять, опять, да, испытывает такую вот жажду в глюкозе. И опять нас толкает на сладкое. И видите, это такой как замкнутый круг. От сладкого у меня проблемы с инсулином, от инсулина, от того, что инсулин не усваивается, да, у меня проблема с тем, что я хочу сладкое. Вот, закольцовано все. Идем дальше с вами. Итак, с инсулином все понятно, да, как можно его разглядеть. Вообще задавать нужны анализы. Это и инсулин, анализ инсулин, и индекс хомо и р, то есть когда прям делают определенное соотношение инсулина, глюкозы и так далее, то есть тут вот прям четко все видно. Хорошо, конечно, все это контролировать, но точно скажу, что если вы слишком любите сладенькое и слишком от этого зависимы, этот вопрос надо решать, потому что сейчас просто бич 21 века это диабет. И диабет это не всегда то, что передается, поверьте, то, что мы генетически получаем, да, через генетику от наших там бабушек, прабабушек, родителей, это всего навсего 5%, 95% будет решать наш образ жизни. Мы можем иметь в роду диабет, но абсолютно он никак себя не проявит никогда, потому что у тебя образ жизни абсолютно другой. А можно, действительно, мало того, что есть риски, еще своим образом жизни приводить эти риски в опасность, просто в опасность. А что такое опасность? риск это так, 50 на 50 будет, не будет, да? А опасность, когда уже будет точно, вопрос только когда. Когда у тебя есть и склонность к этому. Вспомните, кто есть из близких, бабушек, дедушек, родителей, кто диабетом второго типа страдал. И плюс еще образ жизни такой. И в принципе, я говорю, сейчас очень много диабета у людей, у которых не было никакой генетической предисположенности к этому заболеванию, потому что мы просто-напросто своими же руками, своим же выбором продуктов себя к этому приводим. Понятно, разобрали, как уходит жир, кто на это влияет, да, и как мы можем это взять под контроль. Как мы можем это взять под контроль. Давайте подведем итог. Регулярностью питания выдерживать четкие приемы пищи 3-4 часа. 4, прекрасно. Даже для тех, у кого нету желчного, кому сказали, вам нужно кушать регулярно, нужен все время отток желчи. 4 часа нормально, 3,5-4 часа просто шикарно. Каждые 4 часа. Между ужином и завтраком 12 часов. Абсолютно без вреда для здоровья, без вреда для того же желчного. Нормально сделали вот здесь паузу и опять пошли кушать каждые 4 часа. Это первое, да. Второе, как мы можем взять под контроль инсулин. Это я вам говорю сейчас даже вообще не считая калорий, если вы это делаете, у вас вес уже уходит. Второе, это обратить внимание на продукты. Убрать все продукты, содержащие быстрые сахара. Вы же и так понимаете, что это такое. Не будем разбирать. Быстрое, медленное. Понятно, да? Как раз то, что мы называем сладкоежкой, любительницей сладенького и все такое. Понятно, что здесь вы же точно не яблоки едите. Вот это все убираем по максимуму. А как убирать без стресса? Это уже другой вопрос. Тут, конечно, хорошо убрать, но достаточно дать питание. А знаете, что значит достаточное питание дать? А здесь еще обратить внимание на калорийную плотность продукта. Вот еще важный момент. Что такое калорийная плотность? Калорийная плотность это когда насколько калории близко к друг другу находятся, да? Это, например, сейчас вам покажу пример такой. Когда у нас есть шоколадка и здесь есть 500 калорий. И когда у нас есть полтора килограмма капусты и здесь 500 калорий. Где калорийная плотность больше? В шоколадке или в капусте? Где калории больше сплочены? Здесь, да? Потому что здесь 100 грамм на 100 грамм 500 калорий. А здесь на полтора килограмма 500 калорий. Понимаете разницу, да? То же самое. Эволюционно так сложилось, что наш организм на продукты с высокой калорийной плотностью реагирует по-другому. Он хочет всегда переесть такие продукты. То же самое мед. Если вспомнить, ну не вспомнить, да? Мы, конечно, это не вспомним, но просто по-любому представим, представим, скажем так. Какой-то век палеолит. Век палеолит. Люди, которые занимались собирательством. Да? Что добыли, что собрали, то и съели. Какие у них были в основном продукты? Что у них было там сладкого, скажем так, давайте разберем. Максимум, что они могли найти из очень сладкого, это мед. Фрукты, ягоды, они были в определенное время года, да? Мед тоже был в определенное время года, все остальное время этого всего не было. У них не было никакой сладости. И когда они находили вот такие вот гиперкалорийные продукты, хотелось их наесться наперед, потому что их потом не будет. Их потом 9 месяцев не будет, этих ягод, там, льда, или там, меда, еще чего-то. Не будет этого. И да, действительно, наш мозг так на это реагирует, что вот такие вот гиперкалорийные продукты хочется всегда переесть. Запускается определенное пищевое поведение. И мне очень понравилось, на одном из обучений, в прошлом году я услышала от очень крутого спикера, он кандидат медицинских наук, он говорил о том, что каждый продукт, каждый продукт, который мы едим, едим сейчас, вот в данный момент, он будет влиять на наше пищевое поведение через 2, 3, 4 часа. То есть, что мы захотим съесть в следующий раз, да, вот буквально, вот в ближайшее время, зависит от того, что мы едим сейчас. Понимая, что если вы сейчас садитесь кушать бургер, картошку фри, вы понимаете, что вы через 4 часа не захотите скушать мясо, вы через полчаса, через час захотите опять съесть вот таких вот быстрых углеводов, чего-то такого, что быстро вам даст энергию, потому что вы съели только что такой же продукт. То есть, продукты могут определять поведение нашего пищевого, наше пищевое поведение в дальнейшем. А как работает калорийная плотность снижения веса? Она очень круто работает, знаете как? Смотрите, одно дело, когда мы с вами съедаем эти 500 калорий, и вот в желудок упала, да, эта шоколадка, и там даже желудок не почувствовал, что такое 100 грамм. Это вообще ни о чем, вообще ни о чем. Объем желудка 400 грамм у женщин, там, 500 грамм у мужчин. И 100 грамм это вообще было, там, одна четвертая заполненность. А как мы чувствуем сытость и насыщение? У нас на желудке есть механорецепторы, и когда желудок пустой, они начинают сокращать, вот, вот это чувство такое, знаете, сосет, да, сосет, мы прям чувствуем, мурчит. Механорецепторы говорят, пора бы поесть, вот, да, еще есть и гормоны, которые на это влияют, и понижение сахара, тут все вместе, да, и мы чувствуем, что у нас все, пора покушать. А как мы чувствуем насыщение? Тоже есть гормон, гормон лептин, который вырабатывается, который придет к нам через 20 минут после того, как мы начали есть. Не важно, сколько вы съедите за 20 минут, мало или много, но гормон придет через 20 минут, ни раньше, ни позже, все. Поэтому ешьте медленно, еще один лайфхак, ешьте медленно, тогда вы будете чувствовать насыщение. И второе, как мы можем почувствовать насыщение? Когда вот эти механорецепторы, они начинают растягиваться, мы едим, желудок наполняется, и они растягиваются. Я сейчас отвечу на вопросы, как только закончу, прям мне еще немножечко, хочу прямо все понятно объяснить. Вот они растянулись, да, и чувствуют все, и они сообщают мозгу, хватит, хватит, желудок полный. Чем легче наполнить желудок, чем правильнее наполнить? Большим количеством пищи с низкой калорийной плотностью, либо накидаться шоколадок. Понимаете? Здесь вы съели полтора килограмма, даже не съешь полтора килограмма никогда. Там полкило съел, у тебя полный желудок, и калорий там вообще, вообще нет. Зато ты сыт. И другое дело, ты съел одну шоколадку, выпил латте, потом еще что-то, а у тебя в желудке и кажется пусто. А калорий же вот так вот съел. Еще есть важный момент, это худельная плотность нутриентная. То есть, опять же, представьте, 100 грамм гречки, сколько там всего есть. Да, есть белки, есть углеводы, есть очень много, большое количество витаминов, очень полезная каша. Мы сейчас, в общем, про любой продукт, который дала нам природа, можно так вот разобрать, да, очень много пользы. И другое дело, 100 грамм шоколадки, картошки фри, 100 грамм продукта. Какая там будет плотность нутриентная? Никакой. Никакой. Какая там будет польза? Никакой. Да, там будут быстрые углеводы, быстрая сахара, там будет много жира. Польза какая? Никакой. И вот, когда люди садятся на программу питания, где все сбалансировано и питание выстроено из продуктов с небольшой удельной калорийной плотностью, мы уже разобрали, что это такое, и с большой нутриентной плотностью, что мы видим? Ты сидишь на диете, вроде бы как, да, худеешь, вес уходит, там сбрасываешь 5, 10, 15, 20 килограмм, при этом ты абсолютно не голоден. Вот у меня постоянно девчонки на программе говорят, я не понимаю, как я худею, я все время сыта, я вообще не чувствую голода, конечно, потому что, ну, нам не нужно чувствовать голод, ты сыт все время. Более того, снижая вес, ты видишь, как у тебя улучшается кожа, у тебя улучшаются, там, волосы, да, выпадали, перестали выпадать, ногти, там, где-то разглаживаются какие-то морщинки, состояние улучшается, внешний вид улучшается. Почему? Потому что ты сейчас хоть и ешь всего-навсего полторы тысячи калорий, но здесь пользы витаминов, микроэлементов будет гораздо больше, чем в тех пяти тысячах калориях, которые ты ел до этого. Когда ты накидывался всем подряд, калории вот так, пользы никакой. Волосы выпадают, кожа там, темная, какая-то, знаете, такая серая, вообще какая-то сухая, и ногти ломаются и так далее. Потому что калорий много, толку никакого. Что мы делаем? Да, мы делаем упор на продукты. Вот я сейчас просто хочу вот этим эфиром донести важность, то, что не в калориях дело вообще, а нам нужно просто обращать внимание на продукты. И объясняю почему. Что еще? Сейчас я посмотрю прям по плану, что я еще хотела сказать. Так жалко, что у меня эфир не вышел в YouTube. Ну ладно. Следующее. Я обещала, что я расскажу, как избежать срывов. Как избежать срывов. Самое первое. Для того, чтобы не сорваться, нужно выстроить свой режим питания и ему придерживаться, его следовать. Потому что первое, почему мы срываемся, это когда мы очень сильно просто отпускаем, знаете, из-под контроля голод. как только мы не держим голод под контролем, а когда мы его не держим? Когда мы не едим по 6 часов, по 7 часов. Позавтракала, потом где-то перекусила в обед, а потом приехала домой в 10 вечера, такая голодная, как собака. И нажралась всего подряд. И думаешь, вообще, я абсолютно незамотивированный человек. Я ленивая, у меня силы воли никакой. Да все нормально у тебя, с силой воли. Ты не ела там 7 часов, 8 часов, 9 часов, 10 часов. Кто-то утром ел, и потом аж вечером вспомнил. Разве это не нормальный процесс, хотеть кушать? Нормально. Но, естественно, голод вышел из-под контроля. И ты съела, вместо того, что ты планировала на ужин скушать салатик, кусок рыбки, тут ты съедаешь ведро, непонятно чего, да, пельменей со сметаной, забиваешь это все еще там каким-нибудь сладким чайком, и еще полирнуть это булочкой. И все это на ночь. Потому что, потому что пропустила прием пищи. Одна из основных причин, почему люди переедают на ночь, это нет завтрака. Раз. Второе. Нет достаточных количеств приемов пищи, да, то есть их должно быть 3, а лучше 4-5. 4 основных. Завтрак, обед, полудник, такой же, как обед, ужин. Вот эти 4 приема пищи, они вас избавят от ночных пережоров. Избавят. Второе. Это недостаточное количество тех же сложных углеводов. Не хватает вам днем сложных углеводов, вечером вы будете хотеть конфетку, шоколадку и так далее. Понимаете? Почему еще люди срываются? Потому что, опять же, голод выходит из-под контроля тогда, когда не хватает калорийности в питании. Не работает, не жрать. Вот все, кто писали, там, не жрать, закрыть рот на замок. Ну, слушайте, ну, это же, в чем эта рекомендация полезна? Не в чем абсолютно. Что значит закрыть на замок? Перестать есть вообще? Ну, к чему мы придем, если мы перестанем есть вообще? Мы не можем это сделать. Правильно? Эта рекомендация не работает. Есть мало? Сколько мало? Мало это сколько? Это вот так, это вот так, это вот так, сколько это? То есть, понимаете, это тоже не работает. Мы должны есть достаточно. Достаточно это как минимум. Эта калорийность должна приравниваться к вашему основному обмену веществ, как минимум. А то еще больше. Если мы четко посчитаем с каждым, сколько ему нужно есть, вы будете очень удивлены. Вы сможете худеть на, не на 1500, и не на 1200. Вы будете худеть на 2000 калорий. Кто-то на 2200 будет худеть. И кажется, ого-го, и будете худеть прекрасно. То есть, это очень индивидуальная цифра. И рекомендации, ешь мало, не ешь, не работает. Не работает. Ешь достаточно. Тогда не срывайся. Тогда ты не захочешь срываться. Когда тебе всего хватает, ты никуда, знаете, на сторону смотреть не будешь, потому что тебе здесь хорошо и сытно. Почему еще срываются люди? Потому что одна из причин – это стресс. Это стресс. Тоже стресс будет влиять на срывы. Здесь, конечно, сложно сказать какую-то одну рекомендацию, которая вот прям раз и сработала, там, не реагируй так на стресс. Спасибо. Но как это применить, непонятно. Конечно, это стресс-менеджмент, это целая большая работа с собой. Это, во-первых, понимание, когда ты хочешь сорваться, потому что ты не доел, да, там где-то чего-то, или когда ты хочешь сейчас просто приглушить свои негативные эмоции, это четко надо учиться различать. Вот. Где у тебя голод находит сейчас? В голове или в желудке? Если в желудке ты хочешь поесть, даже несмотря на то, что ты поел за целый день, но тебя тут сосет, да, нужно пойти поесть. Но если у тебя голод здесь, тогда, конечно, с этим голодом нужно работать. Да, со стрессом нужно работать. Надо учиться реагировать на стресс, но это целый отдельный эфир. Еще почему срываются люди? Потому что садятся, если говорить про диету, садятся на одно и то же. Вот так удобно. Я все время буду варить грудку, все время буду варить кашу. Так удобно. А зачем мне париться? У меня времени нет готовить. Я вот буду себе так вот не особо-то выготавливать. Вот салат с капустой накрошила на неделю, гречки наварила на неделю и курицу все время варю, и все. Как вы думаете, сколько так можем протянуть? Это же монодиета. Тебе не хватает красивой, сытной, вкусной еды. Не хватает. Хочется вкусно есть. Я все время говорю девчонкам на курсе, говорю, представьте, если бы вас кормили бы постоянно в ресторане. Вот вы бы, каждое утро вам бы ресторан звонил в дверь, там и говорил, вот, пожалуйста, ваш завтрак, обед, полудник, ужин, у вас там на обед, там у вас там какой-то ризотто с морепродуктами, на ужин у вас вот это, потом там вот это и вот это. Вы бы хотели сорваться? Нет. То есть, о чем это говорит? О том, что нужно кушать вкусную еду. Этому нужно уделять внимание. Сколько внимания? Здесь вопрос просто практики. Скажу, что первое время всегда, всегда время приготовления пищи, даже по своей программе питания, занимает, да, какое-то, это может быть и час, полтора, кто-то говорил два, но со временем ты адаптируешься. Ты уже понимаешь, во-первых, ты делаешь какие-то заготовки, да, там взял себе то же самое, это мясо, рыбу, нарезал нужными кусками, заморозил, и у тебя уже не тратится время на то, чтобы взять этот кусок, отрезать, взвесить, у тебя все взвешено, все заморожено. Достаешь себе сразу же три куска рыбы, отправляешь их в духовку, и у тебя сразу есть три приема пищи. Все, к этой рыбе ты добавил там где-то салат, там где-то рис, там еще что-то. Все, все просто. То есть, вот эта вот оптимизация, ей просто-напросто нужно научиться. Я на курсе, об этом очень много рассказываю, на марафонах об этом постоянно рассказываю, как оптимизировать этот процесс, потому что я, в первую очередь, не теоретик, я практик, я точно так же стояла с весами, и смотрела, сколько это 100 грамм курицы, сколько это, там, там, сколько-то гречки, да, сколько, как это выглядит, как долго на это уходит время. Я точно так же стояла, все взвешивала и готовила. Процесс оптимизации занимает, ну, наверное, вот просто, когда это войдет в навык, это будет, ну, там, максимум неделя-полторы, потом все, потом все. Ты просто вот как будто ты все понял. Причем, не нужно для этого отдельное какое-то время готовить, как говорят, я готовлю детям, мужу и отдельно еще себе, а что мешает готовить одновременно? Ну, что мешает? Вот стоит, варится, не знаю, там, для всех плов, ну, вот, рядом у тебя варится твой рис, а там, тоже самый кусок мяса ты запекаешься в духовке, все варится одновременно, то есть, ну, у нас же не одна комфорка на кухне, то есть, пожалуйста, а когда у тебя уже будет хорошо отработан навык, вот это, знаете, глазомер, когда ты понимаешь, ты можешь прийти к интуитивному питанию, когда ты понимаешь, сколько чего должно быть в твоей тарелке, сколько у тебя должно быть белка, сколько у тебя должно быть, там, углеводов, да, гарнира, сколько овощей, сколько чего, и ты можешь есть с общей, скажем так, с общего стола, да, у мужа, там, у детей, у всех плов, ты себе положишь, потому что у тебя глазомер работает, ты знаешь, сколько тебе надо съесть, чтобы снижать вес. Или сколько тебе нужно съесть, чтобы свой вес удерживать. То есть вот этот вот тоже глазомер это то, что приходит в навык. Что еще? Почему еще срываются? Знаете почему? Потому что идет большая расфокусированность. Когда очень много задач. И у мужчин в этом плане проще. Они не многозадачны. Если сейчас меня смотрят мужчины, не обижайтесь. Но это правда так. Мужчина никогда не запомнит из серии «Помешай суп, выключи стиралку и посмотри, не включила я утюг». Он не может это все быстро удержать. А женщина, да, она многозадачна. И мы все. Мамы, жены, работающие бизнес-леди или просто работающие люди. Действительно задач очень много. И когда идет такая расфокусировка, когда у тебя столько всего и ты еще и хочешь похудеть, мне кажется, а куда это похудение в жизни-то вставить, когда у тебя и так все время занято. А здесь нужно всего-навсего, на определенный период, хотя бы на один месяц, поставить свою цель во главу всему. Поставить свою... Многосаночная, точно. Поставить свою цель во главу всему. Это не значит, что все сферы просядут. Там, не знаю, дети и муж будут умирать с голоду целый месяц, потому что мама худеет, на работе тебя уволят, потому что ты худеешь. Нет, это не значит. Это просто-напросто научиться вот только в один период, только в один период, когда надо будет, да, отработать на навыках вот это все, ввести в навык, так сказать, и готовку, и взвешивание, и все вот это только на один месяц. Когда ты понимаешь, так, сегодня устала, не устала, но встала, приготовила себе на завтра, и завтра я пройду, не думаю. Когда у тебя еда во главе всего один месяц, дальше это входит в навык, и ты уже на это не фокусируешься. Расфокусировка может быть тогда, когда хочется слишком быстро получить результат, и тут начинается. Купила в зал абонемент, пошла на все возможные занятия, села на диету, при этом еще решила бегать по утрам, и при этом еще буду ходить делать массаж, либо сама буду делать массаж, и куча вот так вот. При этом мне еще нужно пить воду, помнить про режим питания, помнить, что надо выпить 2 литра воды, помнить, что мне надо лечь спать 23.00, и вот такой вот список всего. Полная расфокусировка, и просто когда ты начинаешь это делать, просто один день хотя бы ты все это сделаешь, у тебя начинается стресс, просто полный стресс. Я все время на курсе, на первой неделе об этом говорю. Ты вылетаешь, из зоны комфорта в зону паники. Вот это зона комфорта. Вот здесь мы сейчас с вами. Нам здесь хорошо. Хорошо, уютно, привычно, вообще спокойно, все здесь классно. Вот это зона дискомфорта. Только в зоне дискомфорта мы растем. Когда мы выходим из зоны комфорта, в такое, ну, ничего-то неудобно, это непривычно. Начинаешь учиться, да, уделяешь время этому, или хочешь подтянуть мышцы, приходится ходить на спорт. Это тоже, не скажите, это не всегда, да, комфортно и нравится. Иногда нужно, там, через себя переступить, заставить себя пнуть. Хочется похудеть, да, нужно взять питание под контроль. Где-то отказаться от сладкого, когда будут предлагать сотрудники и так далее. Это зона дискомфорта. Мы всегда улучшаемся, растем и становимся лучше в зоне дискомфорта. В зоне комфорта мы только, мы не стоим на месте, мы уходим обратно, да. Вот. Если мы делаем вот так вот очень много всего, мы вылетаем в зону паники. А вот здесь мы не можем выдержать. Наша психика не выдерживает. Она найдет кучу оправданий, почему сейчас это не стоит все делать. Сейчас не время. Сейчас вообще у всех вирус. Я похудею, иммунитет упадет. А вдруг я так сильно похудею, у меня вообще сил не будет. А вообще нет, 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 нет. Только не сейчас. Сейчас точно не время. И вернулась обратно. Понимаете? То есть ни в коем случае нельзя ставить так много задач. Поэтому я всегда даже говорю на тех же проектах, на том же курсе «Ежу-чуть худеть». Говорю, не надо начинать сразу со спорта и всего остального. Давайте начнем с питания. Давайте начнем с питания. Приведем питание в порядок. Вы привыкнете кушать по режиму. Достаточно кушать, адаптируйтесь к готовке. Дальше будете что-то добавлять уже, спорт или еще то, что вы хотите. Но сначала основная, одна задача привести в порядок питание. Как только питание будет в навыке и в привычке, все, вы можете добавлять все остальное. все привычки добавляются постепенно. Невозможно привить сразу же кучу всего. Это нельзя делать. Я говорю, что сразу же ты окажешься вот здесь, где тебе не просто неприятно, тебе просто там отвратительно. Вот. То есть, вот это одна из причин. Почему еще срываются? Потому что нет поддержки от близких. Нет поддержки. Все. Тебя никто не поддерживает. муж приходит и говорит, давай со мной чайку или давай я принес пивко. И ты говоришь, ну я же на диете, я же тебя просила. Он такой, да ладно, ты постоянно на диете. Давай сегодня еще, а завтра опять сядешь. А завтра история повторяется. Понятно, что муж-то делает исключительно из самых лучших побуждений, но здесь, знаете, как я говорю, что пусть не поддерживают, главное, чтобы не мешали. Главное, чтобы не мешали. Не надо никого с собой сажать на диету. Ни мужа, никого. То есть, сделайте это для себя просто-напросто. Классно в такие моменты найти всегда худеющую подружку. Вот классно. Если у вас есть такая худеющая подружка, вам будет легче. Если у вас такой подружки нет, в таком случае классно, когда есть какой-то проект снижения веса. Когда вы с такими же, как вы, с людьми, которые болеют той же задачей, той же целью на этот период, вместе объединяются, и друг друга поддерживайте, мотивируйте. Возле вас все будут жрать, но вот эта команда снижающих вес будет вас поддерживать. Это очень круто работает. Я постоянно говорю о том, что есть масса исследований американских, где доказано было, что люди, снижающие вес вместе, достигают лучших результатов и реже сходят в дистанции, чем те, кто худеет по-одиночке. Почему мы еще срываемся? Потому что в питании преобладают углеводы, об этом я уже говорила, то есть постоянно, когда есть очень много быстрых сахаров, естественно, ты хочешь постоянно есть. Почему ты хочешь есть? Потому что у тебя сахар поднялся, инсулина его опустила, он упал, ты опять хочешь его поднять, и вот эти постоянные гликемические качели, они все равно приводят к тому, что рано или поздно ты срываешься. То есть если питание недостаточно сбалансировано по белкам, жарам, углеводам, всего должно быть в меру, не должно быть без углеводки, не должно быть только высокобелковое или только высокожировое питание, все должно быть в меру, эта мера подбирается индивидуально каждому. Вот. Так, вечерние зажоры сказала, почему, прямо сейчас смотрю по плану, и еще вот эта социальная зависимость, неумение выходить из ситуации, когда ты находишься где-то в гостях, просто не знаю, что тебе есть. Но опять же, если у вас есть определенная уже программа питания, когда вы пользуетесь определенной программой питания для снижения веса, у вас все равно вы видите основные принципы, по каким принципам эта программа питания составлена. То есть у вас есть четко, вы знаете, что на ужин мы углеводы не едим, есть определенные причины для этого. Это белок плюс клетчатка. Ты понимаешь, что если ты в гости пошел вечером, ты можешь съесть там мясо, рыбу, к этому взять гору салата, сиди, жуй в гостях, никому не говори, что ты на диете и не будь белой вороной, не надо идти со своими контейнерами, хотя кто-то идет и так. Да, нужно устоять и сказать нет сладкому по любым причинам, либо сделать вид, что ты откусил кусочек и просто-напросто, знаете, как бы не привлекать к этому внимания и не есть. Да, нужно будет какое-то время опять же устоять там от того же самого алкоголя, опять же, только чтобы не сорваться. Но самое главное, понимая принципы питания в гостях, в ресторане, ты всегда знаешь, что тебе можно из того, что есть. Всегда есть варианты, всегда, особенно сейчас в ресторанах там просто такое богатое меню гриль, что всегда есть, что заказать, то, что прекрасно будет вписываться в диету и сходил в гости и на утро у тебя еще и отвес. По поводу спорта был вопрос, да, обязательно ли заниматься, нет, не обязательно заниматься и уже только что говорила про зону паники, да, что, во-первых, не нужно заниматься сразу спортом, потому что будет вот этот вот стресс, что слишком много всего надо и у меня на все времени не хватит, давайте просто выделять хотя бы 30 минут на готовку еды на весь день, на весь день. За 30 минут готовим все 4 приема пищи. Весной показывала это в сторис, как я это делаю. Все. И когда у тебя уже готовка не напрягает, тогда ты можешь выделять еще какое-то время уже на фитнес, на тренировку, на ходьбу, на бег и так далее. Вот. Вторая причина, почему не стоит сразу же заниматься спортом, тем, кто имеет больше 15 килограмм лишнего веса, вообще про спорт пока что речь не идет. Потому что, ну, вот возьмите сейчас 15 килограмм, поднимите. Это тяжело, это правда тяжело. И это определенная нагрузка, на суставы, на позвоночник, и идти, там, таскать тяжести, бегать, еще что-то крайне не рекомендуется. Максимум, что рекомендуется людям, которые только начали снижать вес, это ходьба. Это обязательно. Ходить побольше, да, но не обязательно делать это специально, да, тренировкой, то есть выйти на час и походить, или встать дома на полчаса на степпер и походить. Если у вас такой возможности нет, просто найдите побольше возможностей пройти днем пешком. Не на лифте, а пешком по ступенькам. Не там на, там не ехать под работу прямо на маршрутке, аж под самую работу. Выйди на остановку раньше, пройдись одну остановку пешком. То есть просто находить варианты и возможности к большему движению. Этого вполне достаточно. Вот эти вот 10 тысяч шагов, про которые все время говорят, это на самом деле очень классная штука и действительно она работает. Она работает, потому что это не просто возможность сжечь калории. Это движение, оно улучшает чувствительность клетки к инсулину. Вот что самое важное. Чувствительность клетки к инсулину. Лучше утилизируется та же самая глюкоза. То есть здесь очень множественные эффекты связаны со здоровьем. Это не только расход калорий, сколько калорий я сожгла. Это не только об этом. То есть достаточно просто ходить. Если же у вас цель сбросить там 15 и больше килограмм, сначала пройдите хотя бы на 70-80% хотя бы на 50% от своей всей цели. Хотите сбросить 15 килограмм, сбрасывайте 7 и потом подключайте спорт. Прям спорт уже, если говорить про спорт. Если же у вас задача сбросить пару килограмм, здесь стоит выбор. Либо надо сильно жестить питанием, когда вес низкий. Когда вот приходишь, он 56 килограмм, хочу 53. Здесь надо либо сильно жестить питанием, либо нужно добавлять больше физических нагрузок. Сильно жестить питанием, чем опасно, сейчас отвечу. Я обязательно отвечу сейчас на все вопросы, как только закончу. Я уже заканчиваю. Если жестить питанием, это нарушит пищевое поведение, мы с вами в этом разобирали, об этом говорили. А если увеличить больше нагрузки физической, как раз это будет хорошо, потому что вот эти 3 килограмма вы дожмете исключительно спортом. Поэтому всегда, когда приходит с низким весом, я говорю, что вот если например, тете Маше, ей не надо заниматься спортом, потому что у нее 90 килограмм, она будет только ходить. А вот Оле надо будет достаточно много заниматься спортом, и желательно силовыми, и плюс силовые кардио, потому что у нее 56 килограмм, она хочет 53. То есть в этом случае спорт обязателен. Еще прямо хотела сейчас что-то добавить, посмотрела на вопросы, забыла. Итак, пошаговый план. Что делаем? Определяем цель, определяем цель, какая вас вдохновляет, и какая реальная, да? Знаете, какая разница между вдохновляющей и реальной, и почему это должно быть, вот знаете, вместе. Реально сбросить 2 килограмма за год вдохновляет, да нет, вообще не вдохновляет, правда? Вдохновляет 10 килограмм за месяц. Но согласитесь, это не всегда реально, тем более, если мы с вами говорили только что про снижение веса совместно со здоровьем, да, то понятно, что здесь уж точно должно быть не так быстро, 3, 4, 5, 6 килограмм за месяц, за первый месяц. Дальше это будет меньше. То есть считайте примерно исходя из 3 килограмм в месяц. Получится больше, хорошо, получится меньше, ничего страшного. Сколько вы хотите всего сбросить? 10, 20, 30 и больше. Посчитали. Вот все. Вы понимаете для чего это? Сегодня вы об этом писали, побольше об этом думаете, для чего. И поделите эту цель на этих 3 килограмма. Сколько вам месяцев надо будет к этому идти? Для чего мы это делаем? Для того, чтобы настроить себя психологически на то, что я буду идти к своей цели 5 месяцев. 5 на 3 15, допустим. Вот 15 килограмм я сброшу за 5 месяцев. Это как раз до лета, если сейчас начну. Реально? Реально. Вдохновляет? Вдохновляет. И ты не будешь падать в обморок каждый раз, когда ты стоишь на весы, у тебя сегодня вес не ушел, он стоит, или у тебя плюс 100 грамм, и у тебя не будет истерики и падения мотивации, потому что ты будешь знать, что у тебя работы на 5 месяцев, а не на 2 дня. И что естественно вес не должен улетать каждый день. И что колебания веса это тоже нормально. Первое. Определяем цель, на подцели, чтобы себя настроить на долгосрочную работу. Да, значит, мы настраиваемся на то, что еще важный момент, мы настраиваемся на то, что все изменения, которые мы делаем, они не временны, они долгосрочны, они на постоянной. Нам не нужно сейчас отказаться от сахара, чтобы потом сесть, съесть торт на радостях. Ну нет, нет, нам нужно просто-напросто научиться жить с тем же тортом, чтобы он был нечасто, чтобы он был немного, чтобы он был в нужное время. Нам нужно немножечко поменять свои вкусовые пристрастия. Значит, это изменение на всю жизнь. Это значит, что я не только на сегодня откажусь от чего-то, и вот на сегодня я буду любить курицу. Не надо любить курицу, ешь то, что любишь. Не курицу, так рыбу, не рыбу, так, не знаю, индейку и так далее. На те продукты, которые вам нравятся. Не надо менять свой рацион полностью на то, что не ешь. Вообще это не нужно делать. Ещё важный момент, это многие думают, что там сесть на правильное питание, на здоровое питание, это полностью поменять продукты на вот эти суперфуды. У тебя должно быть кинуа, авокадо, семена чия, всё это должно просто, лосось, красная икра, всё это должно просто, не знаю, там литься рекой, да, и полный холодильник должен быть этих продуктов. Это неправильно. Большинство из этих продуктов, которые я назвала, они не наши продукты. Они не наши продукты. Мы не привыкли их есть. Есть очень такой интересный термин, который называется устойчивое питание. Абсолютно все, опять же, обучения последнего года говорили о том, что нужно придерживаться устойчивого питания. Что это такое? Это продукты, которые, которые растут в вашей местности. то, чем питались ваши там предки и так далее. Да, вот что, вот я живу в Киеве, что растёт в Украине, да, что вот здесь, вот у нас есть овощи свои сезонные, да, у нас есть фрукты свои сезонные. Для нас будет более предпочтительно яблоки, груши, но не маракуйя, манго и так далее. Да, это тоже хорошие продукты, но их должно быть не более 30%. Авокадо тоже хороший продукт, но он не должен быть ежедневно в рационе, это тоже из не наших продуктов, он не растёт в Украине, в России, в Беларуси. Понимаете? Устойчивое питание это наше привычное питание, это наши крупы, наше мясо. Это не нужно вот просто выпрыгнуть из штанов, чтобы создать себе вот такое вот что-то сумасшедшее, дорогое, то, чего у тебя нет. Потому что мы даже генетически предрасположены к нашему питанию, к нашим продуктам. Эти продукты у нас хорошо усваиваются. Такая же история с тем же самым кофе, всё время рассказываю. У кого хороший метаболизм кофе? У кубинцев, да? Кофе там произрастает. Не у нас. Для нас это завезённый продукт. Вот, поэтому не нужно искать вот что-то такое сумасшедшее, нужно учиться есть то, что у вас есть буквально в холодильнике. Не хватаемся за все способы. Снижение веса, Тренировка, массажи, всё остальное, всё поочерёдно, постепенно. Начните просто с одного и самого важного питания. Отлаживаем режим питания. Уже столько раз про него сказала, ещё раз скажу. Режим питания должен, должны быть у вас чистые 4, максимум, минимум 3, минимум 3, максимум 5 приёмов пищи чистых. Вот вы поели и у вас есть пауза без еды. Вы поели и пауза без еды. А не так, что постоянно что-то мы перекусываем. Вы сегодня уже про инсулин наслушались, так что вы уже знаете, почему не надо это делать. Каждый раз, когда будете тянуться за перекусом, вспоминайте про инсулин. И за продуктом, который там захочется съесть, опять же подумайте, инсулин у вас поднимется на 10-15-20 минут или на полдня. Вычищаем свой рацион от всех вредных продуктов. Какая разница? Вредный продукт, как его отличить от ПП, о котором начинали говорить вначале. Какая разница? Разница в том, что ПП, а это же здоровое питание, мы его называем сбалансированное питание и так далее. Это цельные продукты. Какая разница? Как их можно узнать вообще? Вы приходите в магазин и вот их так много этих продуктов. Где найти цельные продукты? В цельных продуктах в составе один продукт. В яйцах в составе только яйца. В молоке только молоко. В твороге только творог. Вот это цельные продукты. Там, где состав будет уже большой, это не цельные. продукт. Это продукты пищевых веществ. Продукты из пищевых веществ выбрасываем максимально. Они нарушают пищевое поведение. Они не несут важную нутриентную плотность. Они нарушают пищевое поведение тем, что много соли, много жира, много сахара, чтобы человек получил вот эту ту самую точку высшего блаженства. Высшего блаженства, что ему просто настолько хорошо, что хочется еще и еще и еще. Сейчас пищевая промышленность это целая целая наука. И поверьте, не просто так добавляется сколько-то соли, сколько-то там глутамата, натрия и так далее. Нет, нет. Это все четко рассчитано, что вам было не приторно, что было не недосолено, что было вот прямо настолько хорошо. Мозг реагирует на сладкое, на жирное, на соленое, на вкус умами. Вкус умами это тот самый глутамат, это тот самый вкус свежожаренного мяса. Вот на вот эти четыре вкуса реагирует мозг. Я сейчас говорю не про метаболизм, а мозгу хорошо, когда он получает вот эти вкусы. И потому сейчас есть такое даже понятие точка высшего блаженства, когда вы едите и вам прям как классно. И еще хочу. Все продукты из пищевых веществ они имеют эту точку. Исключайте это. У вас пищевое поведение наладится. Так, анализируем продукты, которые кладем себе в корзину, а потом в тарелку. Все анализируем. После сегодняшнего эфира вы реально очень много узнали. И я уверена, что у вас уже будет это работать. Вот еще важный момент. Нет достаточной информации. Сегодня вы получили огромный кусок информации, качественной информации. Потому что я отвечаю за каждое слово. Это не просто что-то придуманное, взятое из интернета. Я постоянно показываю, это малая часть документов, обучения многочисленных, которые я прохожу. Их на самом деле больше. Это все информация, которую изучают диетологи, спортивные диетологи, нутрициологи. Не ищите какую-нибудь новую трендовую диету. Об этом говорили тоже в самом начале. Не надо искать что-то новенькое, что-нибудь интересненькое. Начните со снов. Основы, да, не новенькие, не интересненькие, но основы всегда будут одни. Ничего нового еще не придумали, чем режим, да, там, я рассказала про калорийную плотность удельную, про нутриентную плотность, про инсулин. Это все не новое, это уже старое, как свет, но это основа здоровья. Это основа здоровья. Организм, когда будет здоров, ему лишний вес не нужен будет. Лишний вес – это нарушение, это следствие каких-то нарушений метаболических. И когда мы эти метаболические нарушения исправляем, лишний вес уходит как приятный побочный эффект. И последнее это не откладывайте на завтра, начните сегодня. Просто начните прямо сейчас. Это очень важный момент. Никогда не будет лучшего времени, не будет супер таких знаете условий, когда ты не занята, когда ты можешь посвятить время, когда у тебя отпуск, дети у бабушки. Это такие редкие случаи. Вспомните когда у вас было такое в последний раз. Да вы не вспомните, потому что все время есть что-то. Или то самое когда ты думаешь ну все вот сейчас праздники пройдут точно сяду. Вот эти праздники они же идут постоянно. Новый год только прошел а он ушел господи две недели потом у нас что будет у нас будет день святого валентина все празднуют потом 23 потом 8 потом пасха потом 1 мая 9 мая потом дни рождения свадьбы все лето потом шашлыки дачу каждый выходные у тебя куча гостей все бухают все едят а потом опять начинается опять новый год опять и все по какому-то кругу ты ждешь когда же эти праздники закончатся никогда никогда не надо ждать когда сложатся какие-то условия условия никогда не сложатся только мы можем создать эти условия мы можем своим решением что мне это надоело мне очень нравится очень понравились слова Одного мальчика. Он меня, конечно, не смотрит в Инстаграм. Он меня худеет, но он меня не смотрит, потому что он говорит на немецком. И мы с ним работаем через маму его. Ему 20 лет. Он пришёл на курс перед Новым годом ко мне. Весил 209 килограмм. Мама пришла по рекомендации с ним. И вот мы так через маму и работали. Мама посмотрела все уроки, программу питания. И он так и худеет. Он на моём меню. Мы с ним общаемся через маму. И я после Нового года, я с ним продолжаю работать, потому что вес очень большой. Там очень много работы. И это длительная работа. И я говорю, спросите у сына, как он себя вообще чувствует. Может быть, нужно что-то поменять в питании. Может быть, ну просто уже долго. Он там третий месяц уже на одном и том же рационе. Я говорю, может быть, что-то как-то, может быть, изменим, ещё что-то. И когда она его спросила, он говорит, он говорит, мне настолько надоело быть толстым, что я готов сейчас делать всё, что угодно. Мне ничего не надоело. Я не устал. Я устал быть толстым. И вот прям очень крутые слова. Вот реально, знаете, каждый раз, когда ты утром сел на диету, целый день так вроде бы всё правильно, и всё, и вода, и режим, и всё. И вечером такой, ладно, на сегодня ещё. Вот когда вот это «а», задайте себе вопрос. А тебе не надоело вот эта вся история постоянно, когда ты откладываешь? Ты не устала от этого? Я уверена, что у вас внутри будет ответ, я устала от этого. И пусть вас эта фраза просто тормозит. Потому что у тебя вечером вот такие вот мысли, но ты утром встаёшь, и у тебя мозги на месте. Всё, ничего уже не хочется. Ты думаешь, какая молодежь, что я вечером не сорвалась. Это определённая психологическая работа. И, конечно же, такую психологическую работу легче проходить с кем-то. Естественно, легче проходить с кем-то. Вот, да, хороший результат. Минус 10, не 10, уже минус 13. У нас за первый месяц было минус 10. Минус 13 килограмм. Ну, очень круто вообще идёт. Но, опять же, там вес большой, там, естественно, другие процессы, другая скорость снижения веса. Вот. Это то, что хотела рассказать. Сейчас можно, кстати, по вопросам пойти, пока вы пишете. Просто не буду ничего отматывать. Напишите здесь вопросы. И то, что ещё хочу добавить, что если вам нужна помощь, как видите, это большие знания. Это много всего. Это не просто калории, не просто продукты, не просто не жрать, заклеить рот и так далее. Это действительно очень большая комплексная работа. Это большая психологическая работа над собой. Если вам нужна помощь, да, в этом процессе, если вы реально устали от этих постоянных качелей, туда-сюда, минус 10, плюс 10, устали от всех уже перепробанных диет, я вам очень рекомендую, хотя бы пойти просто на первую неделю курс «Ешь, чуть худей». Он у нас начнётся в следующий понедельник, через неделю, 1 февраля. Первая неделя бесплатная. Ты просто пришёл с тобой индивидуально, бесплатно неделю поработали. Мы с вами разобрали и вашу диетную историю, состояние здоровья, цель, определили, как мы будем идти, потому что это персонализированный подход. Это не просто всем меню, всё, все пошли счастливо охудеть. Нет. Ваше пищевое поведение, во сколько вы встаёте, во сколько ложитесь, что вы едите, это всё имеет значение. И мы с вами определяем путь снижения веса, с вами лично. К концу недели вы решите, хотите, вы можете продолжить дальше проходить курс, и в следующие 4 недели у вас будет большое терапевтическое обучение. А для чего терапевтическое обучение? Знаете, для чего? Для того, чтобы всё, что вы делаете, оно имело логическую цепочку. Недавно я это в сторис рассказывала. Если мы просто что-то делаем без понимания, оно не приживается у нас. Если же вы понимаете, вот мы что-то делаем, вы поняли, вы сегодня сколько вы всего поняли, у вас замкнулась логическая цепочка. Как только она замкнулась, всё, это входит уже в осознанность. Всё, вы осознанно делаете там то-то, то-то. Вот завтра многие осознанно уберут сахар из своего рациона, потому что они сегодня прослушали целую лекцию про инсулин. Потому что логическая цепочка замкнулась. И нам это нужно сделать полностью с едой. Полностью, да? Исключить все эти мифы, которые летают в интернете. Нам нужно замкнуть эту логическую цепочку. Когда вы будете осознанно подходить ко всему, тогда всё это круто сработает. Не работает просто меню. Поверьте, если бы это работало, я бы не проводила никакие эфиры двухчасовые, да? Я бы не занималась целыми месяцами с людьми, не проводила бы кучу уроков. Я просто бы повесила на сайте меню «Скачайте, похудейте и выходите счастливы». Это не работает. Понимаете? Работает именно как раз вот это терапевтическое обучение. Поэтому дальше у вас будет уже возможность захотите, останетесь. Захотите, пойдёте дальше самостоятельно. Но на первой неделе вы очень многое поймёте. И чтобы пойти на первую бесплатную неделю, нужно написать мне в директ «Хочу». Даже сейчас-то можете сделать. У меня сейчас там админ сидит, она сейчас вам отправит приглашение. Так, поехали по вопросам. Как быть, если тянет на конфетки? Только что об этом рассказала целый эфир. Вот, что нужно работать с вашим рационом. Вас не будете ныть на конфетки. Мы нормализуем инсулин, мы сбалансируем вашу тарелку. Вас не будете ныть на конфетки. Для печени изначально нужно не попить что-то, а просто сначала вычистить ваше питание. У нас, знаете, в организме очень много есть процессов, которые всё время идут. Кто-то пытается всё время что-то себе там почистить кишечник, там что-то, сделать какой-то детокс-программу, ещё что-то. Нам это всё не нужно. Если бы у нас не проходили бы процессы детоксикации, выведения свободных радикалов и так далее, мы бы уже давно бы умерли. Все эти процессы протекают постоянно. Печень постоянно сама себя тоже чистит. Но для этого и нужно создать условия. Условия – это чистое питание, без вредных привычек, без алкоголя, без никотина. Вот, вот это вот условие. Если мы будем с вами что-то пить для печени, но при этом есть чупа-пала, курить, пить алкоголь, это всё будет как мёртвый препарк. Перед сном кефир не надо пить. Не надо пить кефир перед сном. Очень много углеводов. Процесс брожения запустят. Не надо это делать. Хотелось бы на программу и начать сегодня. Класс! Марина, спасибо большое. Я рада. Я рада, что эти, не знаю, сколько там, два часа эфира прошли не зря, и что вот прям кто-то готов уже начать сейчас. Класс! Так. Не ем молочный продукт. Подойдёт программа питания. Если едите мясо, яйца, рыбу, да, да. Без молочное есть варианты. Нету вариантов, когда говорят мне без молока, и без мяса, и без рыбы. То есть вот таких вот вариантов точно нет. Когда для 28-го, а второй этап, второй этап у нас в марте. У нас в марте. Идите сразу на третий этап. Он будет в конце февраля. Идите сразу на третий этап. А лучше напишите, мы с вами определим, какой будет лучше. Потому что если, например, проблем с инсулином нет, но есть проблемы с кишечником, зачем вам второй этап? Вам третий пойдёт. Так, в перерыве воду пить нужно постоянно. Целый день, можно даже ночью пить постоянно воду. Как правильно совмещать жиры с углеводами? В каком смысле правильно совмещать? Просто всё должно быть у вас в балансе. Я не могу сказать, как правильно их совмещать. В принципе, в тарелке должно быть всё. И белки, жиры, и углеводы. История с раздельным питанием, она не подтвердила свою эффективность. Как вы относитесь к интервальному голоданию? Только что про интервальное голодание рассказала очень много. Прямо просмотрите обязательно эфир сначала. Я рассказала о том, что у него есть много противопоказаний. Я не против этого. Но нужно с головой его применять. И опять же, проблему с лишним весом оно не решит. В 53 есть ли шанс сбросить? Да, конечно, есть. Слушайте, я сейчас попробую, если у меня... Ну, сейчас дочитаю вопросы. Если смогу, попробую включить вам отзывы. Там полно отзывов, когда 59, 60 лет, 45, 50 лет. У нас очень много таких участниц. На курсе индивидуальные меню составляйте. На курсе есть уже очень много составленных программ питания. На разную калорийность, на разный состав продуктов. Поэтому, естественно, для вас уж точно подберем. Вчера ли не смогу. Еду на операцию. Когда следующий поток... Сейчас не часто. Примерно раз в два месяца. Возможно, в марте или в апреле. Вот. Пока не скажу. Вот только что говорила. Насколько дорогие продукты на диете? Это ваши продукты. Ваши продукты. Что у вас в холодильнике лежит? Курица, яйца, творог, гречка, рис. Что у вас есть? Вот это будете есть. Не надо нам никакие дорогие продукты. Кроме ходьбы, какой-то спорт приоритете, если вес небольшой. Кардио. Кардио силовые. Кардио и силовые. Про интервальное голодание только что сказала. Так. Печень почистить. Начните просто, я говорю, с правильного питания. Просто начните с этого. Что скажете? Вообще любые чистки, любые вот такие чистки печени, там, этого, желчного пузыря, это все очень серьезно. Я вам говорю, и это исключительно под наблюдением врача. Ну, я говорю, это все очень серьезно. Так. Жанна, спасибо большое. Вот Жанна, которая написала, Светик, ты лучшая, она прошла сколько, если не ошибаюсь, 8 раз первый курс. Два раза второй, и один раз третий. Потому что их есть там несколько ступеней. Вот первый, вот это базовый. Она прошла 8 раз. Так, как попасть? Напишите мне, пожалуйста, в директ. Хочу. И я вам отправлю приглашение. И уже записалась. Супер, класс. Значит, встретимся с вами. Для печени. Слушайте, вот вопросы с печенью, ничего просто так пить нельзя. Как вы представляете, сейчас я вот так говорю, попейте для печени вот это. Не знаю вообще, что с печенью, для чего. Ну, то есть, ну, нет, вообще никто никаких таких рекомендаций не имеет права давать. Тем более, через прямой эфир. Кто решил ухудеть, идите к Светлане. Спасибо большое. Что с алкоголем можно употреблять? Не часто, во-первых. Во-вторых, только не сахаросодержащий, то есть, это сухое вино. Ну, коньяк. Но лучше редко. Запись эфира будет. Как попасть на курс, напишите мне обязательно, в директ. Я тоже в феврале никак не могу. Скажите, пожалуйста, но я говорю, это будет март или апрель. Вот, прям сейчас точно не скажу. И опять сорвалась, плюс четыре. Надо брать себе руки. Сейчас на Новый год многие сорвались. И я скажу, что вот даже сейчас у нас проходил марафон. Марафон, он не направлен на индивидуальную работу. Он больше обобщенный. Но, тем не менее, многие вернулись в до новогодний вес. Вот, вы на курс дойдете моментально. Вот эти четыре точно спросите. При снижении веса лучше не употреблять. Да, верно, согласна с вами. Так, хочу, хочу. Не сюда хочу, а напишите мне вот в личное сообщение. Сюда же не отправлю вам приглашение никак. Нет желчного. Сколько раз нужно употреблять? Во-первых, нет желчного. Самое главное это кушать как минимум четыре раза в день. Вот это обязательно. Обязательно. Рыбий жир. Ну, тут надо понимать, это вообще к желчному никак не относится. Если вы говорите про омегу-3, например, омегу-3 сейчас все пьют, как минимум два грамма в сутки. Большие капсулы по одному. Это если профилактика, если лечение, то больше. Так, админ ответил, ой, класс, супер. На первой неделе будет лекция об инсулине. Нет, не будет. На первой неделе не будет. Сейчас была очень большая лекция об инсулине. На первой неделе у нас будут другие лекции важные. Так. Ничего не понятно. Ага, понятно. Так. Девчонки написали, сюда хочу. Как же я вам здесь отправлю сообщение? Либо под последним постом напишите, хочу я вам тогда отправлю сама. Если знаете, где директ, лучше туда пишите. У меня после кусочка шоколада появляется кислые ощущения. Может ли что-то не в порядке с внутренними органами, может быть, что-то с кислотностью. Слушайте, это неплохо. Если такая реакция на шоколад, то шоколад это не является важным продуктом. Сколько стоит программа, сколько времени в день в среднем планировать на информацию? Хороший вопрос. стоимость всего курса после бесплатной недели. Неделя бесплатная. Дальше еще 4 недели идет. Это 7000 рублей с сопровождением, когда мы с вами за ручку идем каждый день вместе. Есть возможность без сопровождения. То есть, это также программа питания, обучение. Там будут тренировки для тех, кому можно и кому нужно. это будет 4500 без сопровождения. Я сейчас говорю в рублях, в гривнах. Честно говоря, сейчас не могу вспомнить. Просто, если вам нужно в гривнах, напишите мне в директе, я напишу в гривнах. И сколько времени нужно рассчитывать? На первой неделе времени будет уходить, наверное, по минут 20 в день, каждый день. Потому что там будет домашнее задание. Первая неделя самая сложная. Дальше будет все идти в спокойном вообще режиме, потому что у вас будет два урока в неделю, два урока в записи. Если вы можете, посмотрите их сегодня, когда их выложили. Если вы не можете, вы можете посмотреть на выходные. То есть, самое главное, чтобы вы, получив программу питания, готовили, кушали, и чтобы вы были со мной на связи. Все. Вот это самое главное. Обучение в процессе смотрите. Готовите кушать вечером, включаете урок, смотрите. Раз в неделю живой эфир, вот такой, как сейчас, когда мы с вами разбираем все вопросы, которые накопились. Вот поэтому сказать, что много времени, немного, очень много занятых людей, очень много тех, кто имеет свой бизнес. У меня была даже мама, которая имеет 10 детей, 10 девчонки, вот правда, и она даже фотографировала, в чат выкладывала, в болталку, где все общаются, 10 тарелок стоит, говорит, я приготовила себе и детям. Представляете, то есть даже, ну, такие занятые люди находят время. Поэтому, главное, чтобы вы нашли время на готовку. Это 30 минут, 20-30 минут в день. Так, у меня куда-то все убежало. овес заваривать. Ну, слушайте, я говорю, я, честно говоря, вот эти рекомендации, особенно народные, ну, я не разбираю их на эфире, правда. Непонятно, кому, для чего, ну, и так далее. То есть, вот такие вот общие принятые рекомендации можно дать, знаете, там всем нужно начинать день там со стакана воды. Это можно всем посоветовать. Да, там всем можно кушать 4 раза в день. Это такие общие рекомендации. То, что кому-то что-то нужно сделать, чтобы улучшить стул или улучшить желчаток или еще что-то. Это все-таки персонализированные рекомендации, которые, ну, на эфире не даются. Это нельзя делать. Говорит, я готова прям сегодня. Класс! Класс! Вот, вот знаете, вот это вот была самая основная задача, чтобы сейчас просто вот сильно-сильно вот возбудить желание, возбудить желание. Сохраню эфир обязательно. Что можно скушать поздно вечером? Во-первых, если вы пришли домой, даже поздно вечером, вы не успели поужинать. Вы садитесь, ужинайте обязательно и ложитесь спать. Чем не поужинать, лучше поужинать. Вот это вот важно. Что можно съесть еще там без зазрения совести? Можно всегда съесть овощи в любом виде, хоть в салате, кто-то не ест сырые, кто-то ест тушеные, пожалуйста. То, что совсем чуть-чуть будет иметь какой-то метаболический отклик. Если вы чувствуете, что вы прям голодны, да, например, это может быть там ПМС, когда у тебя прям штырит, есть хочешь, ради бога, можете сделать какой-нибудь белковый омлет, тоже вариант. Про сон. Сплю 4-5 часов в сутки. Скажу, что это очень индивидуально. Когда-то, возможно, даже те, кто меня смотрит уже давно, я говорила, что там сон 7-8 часов. Сейчас уже доказано, что у каждого сон будет индивидуальным. Знаете, как проверить, сколько вам надо спать? Вот ложитесь спать на выходные, да, допустим, когда вам не надо просыпаться по времени. Не ставите будильник. Сколько вы спите без будильника? Кто-то спит 5 часов, просыпается без будильника. Кто-то спит 7 часов, просыпается. Мне нужно 9 часов, вот, чтобы я проснулась без будильника. Вот это моё время восстановления. То есть, сколько вам нужно, знает только ваш организм. Это то время, которое вы можете сами заснуть, проснуться, чтобы вас никто не будил. Так, полезный эфир. Спасибо огромное. Кира, жду тебя тоже. Сохраню. Приходишь с работы в 9 вечера и кушать хочется. И надо садиться и кушать. Вот надо садиться, но прежде надо на работе поесть тоже. Вот если вы поедите на работе, вы вечером либо уже не захотите кушать, либо вам просто надо будет чуть-чуть перекусить. То есть, у вас должен быть обязательно как минимум полудник, как минимум там в 4-5 часов. Готовы прям немедленно. Класс. Устала бы то. Ну вот я говорю, вот прям те, кто устали, они все, им не важно там праздники, не праздники, просто вот готовы брать и делать. Так, сколько стоит программа рассказала? Ну, про коктейли только что прям отдельно была история, что это все не работает и не надо. Так, спасибо, что хорошо объяснили. Спасибо вам большое, мне очень приятно. Обязательно сохраню эфир. Овсянку по утрам можно кушать? Можно кушать, только ее надо чем-то дополнить, да, потому что одной овсянки будет мало. Вот. Сколько стоит курс? Только что рассказывала. Как перестанет употреблять гербла? Через несколько время вес вернется. Ну да, да, все это понятно. Полезна ли зарядка для снижения веса? Движение полезно. Движение. Если это будет даже утром просто зарядка, это будет тоже очень хорошо. Это как дополнение, знаете, вот дополнение. Мы говорим, основа это питание, все остальное идет в дополнение. В дополнение массаж, в дополнение движение, в дополнение там еще что-то, да, это все в дополнение. пограничный уровень сахара. Какой курс? А вы проходили первый, да, если не ошибаюсь? Второй, второй, второй курс про метаболический синдром, там метаболическое здоровье. на первом мы отлаживаем питание, полностью вычищаем и запускаем все важные процессы, на втором мы работаем конкретно с инсулином и с глюкозой. Как питаться во время поста? Честно скажу, я никогда рекомендации не даю, потому что это диетология, да, а то религия, ну там не знаю, там как еще можно называть. Это разное, это абсолютно, оно несовместимо. Да, и эти все компании, НЛ и все остальное, это, что вы хотите снизить вес и решить проблему с весом навсегда, тогда учитесь кушать те продукты, которые у вас есть дома. Не заменяйте еду таблетками, порошочками, коктейлями и всем остальным. Не надо заменять ее, нужно просто научиться есть свою еду, которая у вас есть дома. Не тратите деньги зря и не портите здоровье. Утром обычно начинаю со стакана воды через полчаса яблоко. Не люблю завтракать, надо составлять себе завтракать. А как вы потом кушаете? И вот вопрос, у вас с весом все хорошо? Если все хорошо, ну возможно ваши методы нормальные. Если есть желание снизить вес, то нужно изменить эти привычки. Завтрак должен быть. Не хотят кушать те утром, кто поздно ест вечером, кто плотно ест вечером. Конечно же, да, потому что еда хуже, переваривается ночью, мы спим, и наутро ты встаешь, у тебя желудок-то полный, кажется, не хочешь есть. Соответственно, потом не ешь. Утро, ешь в обед, вечером ты опять переедаешь, потому что ты утром не поел, и опять ты утром не хочешь. Это замкнутый круг. И знаете, как его разорвать? Вечером не поесть. То есть, вот там 7-8, за 3 часа до сна последний прием пищи. Все. Утром просыпаетесь, есть хочется так, вообще просто ждешь этот завтрак, он тебе аж снится. Слышала, что после 16 нежелательно пить воду. Это очень старая, очень старая, древняя рекомендация, которая давно разрушена. Нет, нет, пить воду нужно постоянно. Если инсулинорезистентности на курс съешь через худей базовый, который начинается через неделю, на него, на него нам нужно идти с вами. Инсулинорезистентность корректируется за месяц. Представляете, за месяц мы сделаем просто огромный прорыв. Дальше только продолжать. Мне 60, Светлана в 59 очень даже хорошо сбросила. Хочу снова. Спасибо большое за отзыв. Классно. совмещать православные посты и похудение возможно. Я бы поспорила, правда, я бы поспорила. Православные посты это питание с упором на углеводы. Мы только что с вами об этом говорили. Поэтому не надо мешать, как говорят, грешность праведным. Важен пост, пожалуйста, придерживайтесь, поститесь, потом берите за отлаживание питания. Все совмещать это будет невозможно, поверьте. Можно рацион на один день. Хорошо, я выложу. Я выложу завтра. Специально сделаю пост с рационом на один день, чтобы увидели, как это все просто. Специально возьму продукты самые простые. там начнут, конечно, все как обычно, гречка, рис. Возьму специально простое, чтобы было понятно. Если идут 8 раз, значит, за раз не поможете. Если проходит курс по 8 раз, нет, за раз тоже помогает. Люди идут на проект, потому что у нас устраиваются такие отношения. Кому-то нужно долго снижать вес, кто-то идет долго, потому что ему работать в год, потому что там 40 килограмм. Кого-то это держит просто-напросто в тонусе. Поэтому это такое. Думаете, все ходят по 8 раз? Нет. Поверьте, если бы это не сработало один раз, второй раз человек бы не пришел. Если бы он посмотрел, что это фигня, он бы не прошел бы 8 раз. Поэтому это говорит как раз не об этом. Доктора Толстяковой. Нет, я не проходила такую школу. если прошла первый курс, нужно идти на второй. Можно по желанию, можно дальше никуда не идти. У вас инструментов и программы питания, и знаний, обучения будет более чем достаточно, чтобы дальше продолжать снижать вес. Задача первого базового курса научить вас снижать вес в дальнейшей перспективе самостоятельно, без помощи чьей-либо. Кому-то нужна помощь дальше, даже просто психологическая, потому что я себе не верю, я уверена, что я не буду перед собой отчитываться и так далее. Мне нужна психологическая помощь, они идут дальше, потому что одно и то же, тоже слушать невозможно. Жанна проходила первый курс много раз, потому что второго не было, потом появился второй, сейчас появился третий уровень. Поэтому люди переходят уже на следующий уровень, еще больше изучают, применяют другие программы питания, потому что там уже есть другие системы питания и просто-напросто продолжают снижать вес. Но не обязательно идти дальше, есть те, кто не идут, а просто самостоятельно дальше снижают вес. Я у вас впервые расскажите про этапы, сколько их и как они проходят. Ну, знаете, самый первый этап, он как раз называется базовый курс, базовый, где будет основная, базовая диетология и основа здоровья. Казалось бы, то, что мы все знаем и что там еще можно нового открыть, но поверьте, очень много людей, которые достаточно хорошо понимали в питании во многих вопросах, все равно они сказали, что для меня было много того, что я реально не знала. Да, это не просто там БЖУ, калории, все это уже изъерзано, изучено вдоль и поперек, и об этом, мне кажется, тут уже секретов нет никаких. Но какие есть системы для работы с плата, остановка веса, детокс программы, как самооставляетельно себе сделать детокс, как удерживать вес, как перейти на интуитивное питание, как выходить из диеты и много другого, анализ веса и много всего. Вот это все вы будете изучать. Поэтому вот это вот база. Когда мы с вами отладили питание, режим, вычители питание от сахара, пищевых продуктов, вот этих вот продуктов из пищевых веществ, мы отладили все. Вы можете дальше проходить самостоятельно программу. Пожалуйста, она у вас будет, у вас меню будет написано на 75 страниц. Там вот так вот, 112 вариантов. Уж точно можно выбрать себе по вкусу, по душе, вот по бюджету. Хотите идти дальше, если у вас большая цель, если вы понимаете, что вам, ну, одно, не знаю, скучно, неинтересно, мотивация падает, продолжайте идти на второй курс, на третий курс. Но тут уже лучше смотреть по состоянию здоровья, потому что следующие курсы, они будут уже, я их провожу с врачами, и там мы уже работаем конкретно с определенными особенностями здоровья. Где-то с кишечником работаем, где-то работаем с диабетом, инсулинорезистентностью, поэтому там уже лучше выбирать по состоянию здоровья, потому что основа будет положена, а на основу, на фундамент мы уже дальше можем что-то строить. Но с этим фундаментом вы и сами построите, поверьте. Спасибо огромное за два курса, только полезные. Спасибо большое, Танюшечка, спасибо. 1 февраля в какое время будет курс? Это онлайн-курс. Вы просто добавите сейчас в чат, в обучающий, и 1 февраля примерно в 10, в 11 утра по Москве у вас появляется первая информация. Вам не надо быть всем где-то в одном месте и чего-то ждать. Нет, просто у всех появляется информация. Есть у вас время утром посмотреть? Посмотрите. Если вы на работе, придете вечером, откроете чат, посмотрите, что было сегодня написано, какое домашнее задание надо сделать, они очень важные. Делайте, отправляйте мне в личное сообщение. Поэтому очень удобно, вообще онлайн-обучение очень удобно в том, что вы не привязаны к времени, к городу, к месту, то есть, ради Бога, работаете, живете обычной своей жизнью, уделяете 20 минут людям. Маша, привет! Думала о тебе вчера, кстати. Запись эфира сейчас у нас сохранится и можно будет посмотреть ее. Алкоголь, это углеводы не все, не весь алкоголь, углеводы. Спасибо огромное. Спасибо. К однодневному голоданию на воде отношусь хорошо, если у вас нету противопоказаний. А мне не отвечают. А на какой вопрос я не ответила? Скажите, я просто по порядку иду, может быть, что-то где-то пропускаю. Потому что я вот вроде провожу по порядку, но перепрыгивают. Вопросы, можно ли пить воду перед сном, даже можно, если вы просыпаетесь ночью, тоже можно пить воду. питаться три раза в день с двумя небольшими перекусами. Можно и так. Более полезным будет четыре без перекусов. Омегу-4, омегу-4, омегу-3 нужно пить постоянно. За сколько времени можно скинуть с 7 месяц до 60 килограмм, 28 лет, 10 килограмм, это три месяца. Тем более в таком возрасте. Три месяца прям легко. Омегу-3, да, постоянно надо пить. За сколько часов до сна? За три часа до сна ужин. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо. Как ожирение влияет на выпадение волос? Конкретно ожирение не влияет на выпадение волос, а ожирение, которое оно именно нарушает множественные процессы обмена веществ. Это первое. Второе, это может быть опять же ожирение, это неправильное питание прежде всего. Неправильное питание повлияет на выпадение волос. И сейчас еще добавлю, что очень многие, кто переболел сейчас вирусом, все знают каким, тоже жалуются на выпадение волос, потому что во время вируса очень сильно падают многие показатели здоровья. Анализы просто, делайте, там вообще ферритин на нуле. И у многих, кто перенес вирус, сильно выпадают волосы. Поэтому сдавайте анализы и смотрите, все ли хорошо. Вечером можно углеводы или только белок и овощи. Я вам просто открою такой секрет. Вообще все индивидуально. Если давать рекомендацию общепринятую диетологическую, да, вечером белок клетчатка жиры ненасыщенные. Другими словами, кусок мяса, салат заправленный растительным маслом. Или там рагу заправленный растительным маслом. Если у нас с вами была бы возможность посмотреть ваш генетический тест, то возможно вам вечером можно было бы углеводы. А возможно углеводы можно было бы съесть только на полудник, например, на последний прием пищи. А возможно вообще только в обед. Понимаете, поэтому общепринятая рекомендация одна, а персонализировано может быть много ответов. Спасибо. Есть лишний вес 4 килограмма 45 лет. Слушайте, немного совсем. Я правильно поняла, что без физической нагрузки никак. 4 килограмма, ну нет, я думаю, что опять же, я думаю, что мы достаточно даже питания, мы уже сможем подкорректировать. Если вы будете хотя бы ходить, понятно, хотя бы ходить вот эти 10 тысяч шагов, они уйдут. Надо понять 4 килограмма от какого веса. Если от 70 килограмм, то легко. Если 54 килограмма, то это будет сложнее. А если по показанию врача принимаю глюкофаж, а при его употреблении надо исключать прием углеводов, как питаться. Значит, смотрите, при его употреблении, сейчас, Смотрите, когда приходят ко мне с такими назначениями, мы ничего не отменяем, естественно, да, вы начинаете регулировать свое питание, кушаете по программе. Через 3 месяца вы идете ко врачу, сдаете анализы и говорите, пересмотрите, пожалуйста, мою дозировку. лекарство или, возможно, отмените, что, скорее всего, и произойдет. Спустя 3 месяца мы очень много показателей нормализуем, и врач просто отменяет препарат со всем. А что можно для того, чтобы поправиться? Для того, чтобы поправиться, это сложнее процесс, чем похудеть. Здесь обязательно питание правильно выстроено, профицит калорий, калорий больше, чем вы тратите. Здесь как раз можно поесть и еще догнаться сладеньким, быстрыми углеводами. И здесь обязательно физическая нагрузка. Обязательно, потому что набирать вес мы должны не просто жировую массу, мы должны набирать еще мышечную. это исключительно физические нагрузки. Могу запрещать, съесть целый качан пекинской капусты. Мне очень вкусно. Это о чем? Это прекрасно. Ну, ради бога. Мы сейчас никак не определим, о чем это. Вот. За сколько до сна нужно есть? За 3 часа. Я говорю, это рекомендация общая. Марафон по кето-диете проходит один раз в год. Один раз в год. Мне хватает ее на год по кето-диету. Пока нет. Так, рассказала. Расскажите, пожалуйста, про инсулин. Про инсулин говорила полтора часа. Посмотрите обязательно весь эфир сначала, когда я его сохраню. Как раз уделить белок в часть дня, курицу, белый сыр, яйца, творог, кефир. Ну, молочный, кефир это даже не белок, это углеводы. Знаете, как сыр то же самое. Смотрите, есть продукты, содержащие белок, жиры и углеводы, а есть прямо белковые продукты. Разница большая. Если взять сыр, это продукт, содержащий белки. Да, там есть 20 аминокислот. Но это жир, потому что если вы посмотрите на любой счетчик калорий и введете туда сыр, вы увидите, чего больше всего. Вот просто смотрите, чего больше всего. Там будет очень мало углеводов, умеренно белка и много жиров. Значит, сыр относится к жирам. Если взять то же самое кефир, вы увидите, там будет какое-то количество жиров, какой-то белков и много углеводов. Значит, относится к углеводам. Вот. Вообще, молочку лучше есть можно на завтрак, можно обед, на полдень, но не на ужин, даже творог. Вот. Все остальное можно есть как угодно. Сколько часов спать нужно, только что говорила. Сколько вы спите без будильника. Я тоже, говорит, устала быть толстой, признаю свою проблему, готова с ней работать. Вот. Классное, очень классное прям сообщение, комментарии, потому что самое главное это в том, чтобы решить проблему, это принять то, что проблема есть. Проблема есть, да, я осознаю это и я начинаю с этим работать. Это, знаете, так как люди там зависимые, пока они не признают, что у них есть зависимость, они не будут эту проблему решать. Я говорю, мне очень всегда интересно, когда приходят люди там больше ста килограмм. Говорит, знаете, мне бы пару килограмм бы сбросить, ну парочку, так в принципе мне не мешает. Да что ты говоришь-то, не мешает больше ста килограмм. И еще говорит, я здорова, да вообще, конечно, здорова. Вот, то есть нужно реально принять эту проблему, то есть если вы реально признаете, все, это уже очень крутой первый шаг, теперь осталось только делать. Беременной на программу можно, можно, только смотрите, если у вас цель снизить вес, мы это не сделаем, потому что беременность это нормально, когда вес растет. Ребенок растет, матка увеличивается, воды набирается больше, да, и соответственно, еще плюс образование жировой ткани тоже нормально, это защита, защита гормоны, да, и вот набор веса будет как бы нормальным идти процессом. Поэтому снижение веса на данном этапе мы не можем сделать. Во-первых, мы не можем создать дефицит калорий. Какой дефицит, если здесь нужно получать все полноценно? Второе, мы не сможем увидеть динамику, как вес уходит. Но очень часто приходили беременные для того, чтобы нормализовать свое питание, чтобы не набрать больше нормы, и для того, чтобы потом сразу же моментально себя привести в форму самостоятельно. Потому что сразу после рождения ребенка садитесь на программу питания, причем даже кормящие прекрасно проходят программу и снижают вес. У нас даже было два раза, когда девочки прям рожали на курсе. Вот там еще две недели до конца курса или недели я родила. Вот. Отличный комментарий про сон. Ну, на самом деле, я не шучу, я правда говорю, что это так. Ну, нельзя сказать в 7-7 часов. Мне недостаточно 7 часов. Мне 9 прям хорошо. Вот я заснула, 9 часов проспала, сама проснула, все хорошо. Точно так же и у всех. Это, я вам говорю, опять же, не из придуманного, а из информации. Первый раз все по существу. Ой, класс. Мне приятно, правда. Ну, я вообще не люблю воду, и вы даже, вот, послушайте, даже на первой неделе там нет воды, там нет воды. Да, есть какие-то базовые, есть основы, есть что-то будет очень понятно, и то, что вы знаете, да, в какие-то моменты что-то будет новое, но воды уж точно не будет. Однодневное голодание хорошо, если у вас нету противопоказаний. Спасибо большое. Спасибо. Я не в России, нет многих продуктов. Будет ли мне полезен курс? Да, будет. Значит, у нас курс проходили Америка, Канада, Германия, Австралия, Австрия, Швеция. Я не знаю, мне кажется, уже у нас нет ни одной страны, где нет наших выпускников. Даже есть в Африке. У меня проходила девочка курс, находясь в Африке, прямо вот в племенах. Это был у меня такой единственный такой опыт, когда я составляла меню из травы, которую она там ела. Я уже даже не помню, как она называлась. У меня прям был целый квест составить меню для человека, который живет в Африке. Там был только какой-то сом, который они ели. В общем, какая-то каша. В общем, это был прям целый квест. Но вот даже в таком случае проходили программу питания. Много есть замен. Поэтому продукты найдете по-любому. прошла марафон. Очень понравилось. Спасибо. Класс. Идем на курс. Кашу на молоке утром можно. Ну, почему нет? Можно, конечно. Кашу лучше, знаете, как варить на воде и не разваривать ее, чтобы не увеличивать гликемический индекс. И потом добавить молоко. Вот так будет лучше. Так будет полезнее. Второй курс, когда будет? Второй курс Оленька будет в марте. Вот. Вы мне напишите. Можете написать мне сейчас. Я вам отвечу. Сухофрукты в каком количестве и когда можно и нужно ли вместо сахара? Ну, сухофрукты, опять же, понимаете, концентрат, большой концентрат сахара. Ну, сахар это не совсем правильно. Фруктозы, глюкозы. Это все-таки, опять же, продукт с большой калорийной плотностью. Таких продуктов должно быть поменьше. Для людей, которые снижают вес, это редкий продукт, нечастый и немного. Ну, 30 грамм у нас, по-моему, в рационе есть. 20-30 грамм в программе питания. Для людей с инсулинорезистентностью, с диабетом, это вообще не ваши продукты. Вот. 68 лет. Год работы со Светланой минус 17 килограмм. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, это живые люди, которые пишут отзывы. Можно ли есть яйца ежедневно? Можно. Вот сегодня с вами говорили про инсулин. Инсулин, он также, сейчас скажу, его избыток будет влиять на холестерин. То есть, когда у нас много инсулина, когда у нас нарушена работа инсулина, у нас будет высокий, плохой холестерин. Плохой холестерин это не проблема яиц, это проблема избытка сахара в питании. Канину можно? Да, можно. Привыкла по утрам есть колбаску с сыром. Вредно? Вредно, конечно. Просто почитать еще колбаска стоит. И относится ли колбаска к цельным продуктам? Где у нас колбаска растет в природе? Колбаска это тоже зависимость. Тоже зависимость. Потому что там много соли, там много жира. Там двойной кайф. А, и плюс, там есть глутамат натрия. Это тройной кайф для мозга. Потом многие проходят мимо колбаски, у них просто слюни рекой и не могу остановиться. Хочу колбаски. Естественно, потому что мозг помнит, мне было хорошо. Так, жир с боков. Вес устраивает. Похудеть. Жир на боках похудеть. Локально похудеть невозможно. Потому что вы не можете запустить жиросжигание здесь, а вот здесь его нигде не запустить. Или вот здесь запустить, а вот здесь не надо. Как девчонки говорят, попа мне нравится. Наконец-то у меня появилась попа. Ну живот бы убрать, но так не получится. Почему у меня вес медленно уходит? Вот сначала эфир посмотрите, там есть много ответов. Это печень, это инсулин, это неправильно выстроено питание. Очень много причин. Очень. Диетная история. Перепробовали кучу диет, вес будет медленно уходить. Почему марафон только через неделю, а не сразу после эфира? Ой, класс. Хотя мало ем. Надо смотреть, что вы едите. Вот в чем вопрос. Вот я только что об этом рассказывала. Спасибо большое. У вас остается в записи все. Когда вы проходите курс, у вас все остается в записи, потому что я знаю, что к этим записям вы будете обращаться еще потом самостоятельно снижая вес дальше. Поэтому вам все останется, в том числе программа питания. Спасибо вам большое. Да нет, дело не в бессолковой. Нет, просто очень много информации. Очень много. Я, знаете, все время говорю о том, что когда я начинала свою работу тренера, тренера, это было 18 лет назад. Представляете, вообще какой я динозавр. Я вела шейпинг. Кто помнит шейпинг? Синди Кроуфорд, еще с кем-то. Это же вообще просто прошлый век. Я еще вела шейпинг в боди, в гетрах, с полоской на лбу. Вот это, представляете, это еще я вела. Тогда, когда ко мне приходили клиенты и говорили, Света, что мне съесть? Я не знала, что им съесть. Я не знала, потому что не было этой информации. Я сама тогда худела очень бестолково. На гречке, на сырках, на чем я только не худела. Потому что не было этой информации. Все, что можно было узнать, это купить журнал Лиза и прочитать про диету Долиной или про диету Пугачевой или еще что-то. Все. Информации не было. Можно было пойти в библиотеку, взять, там, не знаю, книжку, по биохимии, по еще чем-то и вот так вот просто сесть и загрузнуть в этой информации и ничего не понять. Сейчас ее, наоборот, очень много этой информации. Если тогда ее был недостаток, то сейчас ее переизбыток. Посмотришь, вот сейчас забьешь, как похудеть и пойдет. Кето, интервально, еще что-то. Люди путаются. Да, когда начинают читать одно, вроде бы все понятно, все логично, потом читают другое, а оно противоречит к первому. Логическая цепочка не складывается. И ты просто путаешься, думаешь, да ну и вовсе. Не хочу никак худеть. Вообще непонятно. Вот, поэтому тут просто нужна качественная информация. Вот, все, качественная информация. И обязательно, конечно же, должен быть и персонализированный подход. Рекомендации общие, они не работают. Люди разные. Люди на курс приходят, я говорю, у меня 48 килограмм, 209 килограмм. Разве могут быть эти рекомендации одинаковые? обучение для этих людей будет одинаковым, конечно же, потому что основы, они одни для всех. А подход будет абсолютно разным. Понимаете? Вот. Витамины нужно пить и во время снижения веса, и не во время снижения веса. Но для этого нужно обязательно смотреть анализы. Все время говорю про это. Нельзя рекомендовать что-нибудь. Нельзя. вот. Йога не помогает похудеть. Не помогает. Йога хорошая тренировка, но она не поможет похудеть. Похудеть поможет программу питания. Все остальное в дополнение. Йога хорошая тренировка, но к снижению веса никак не относится. Все. Я вас всех обнимаю. Давайте мы с вами встретимся на днях. Сделаем просто эфир по вопрос-ответ. Можем это сделать вторник или среда. Просто вопрос-ответ среда лучше всего. У меня как раз не будет никаких эфиров. И исключительно по вопросам пройдемся, потому что вопросов очень много, и я понимаю, что я не отвечу на все. В общем, девчонки, я сегодня очень сильно хотела, правда, не просто там блеснуть знаниями. У меня хватает, где блестеть ими. Я просто хотела сегодня объяснить основу основ, чтобы у вас просто вот эта логика выстроила, чтобы вы на многие вопросы себе ответили, послушали и поняли. Я поняла, почему я ем два раза, а не худею. Я поняла, почему я все время срываюсь, что у меня все нормально с мотивацией, что у меня все нормально со мной в принципе, я нормальный человек. Но просто-напросто иду не тем путем, выбираю не тот путь. Что-то, мне не хватает знаний, все, мне не хватает знаний, самое основное. И чтобы у вас появилась мотивация и желание делать уже сейчас. Вот, наверное, вот эфир был больше всего с нами. А, все нормально, Б, надо действовать. Вот, и в среду встречаемся с вами на эфире вопрос-ответ, а в пятницу у нас с вами еще один будет интересный эфир. Мы будем говорить про психологию похудения, про мотивацию, как не сорваться. Очень интересный эфир, я жду вас и в среду, и в пятницу. Вас обняла всех, эфир остается в записи. Все, я жду всех, кому хочется уже завтра, я жду вас уже сегодня в директе. Я отправлю вам приглашение на курс и мы начнем, ну не завтра, но буквально спустя неделю. Время пройдет очень быстро. Всех обняла, всем пока.